МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! У нас в России, как известно, прошлое непредсказуемо. Каждое время воспринимает прошлое по-своему. Сегодня мы начинаем программу «Суд времени». В центре нашего внимания исторические события персонажей проблемы. Их связь с настоящим. Судить историю вы будете вместе с нами. У вас, нашей телевизионной аудитории, есть возможность голосовать. Такая же возможность будет и у сидящих в зале. Сегодня наша тема из довоенного времени. Из 30-х годов 20-го века. В годы Большого Сталинского террора была расстреляна группа высших советских военачальников. В их числе маршал Тухачевский. Блестяще образованный царский офицер. Участник Первой мировой войны, перешедший на сторону Красных. Назван троцким демоном гражданской войны. Стратег и реформатор армии. В то же время палач кронштадтских моряков и тамбовских крестьян. Заподозрен Сталином в намерении захватить политическую власть. Главный вопрос, стоящий на нашем процессе. Кто для нас Михаил Тухачевский? Несостоявшийся Бонапарт или рядовая жертва Большого террора? Мы запускаем наше голосование. Номера телефона вы видите на экране. Судя по сложности темы, я не исключаю, что процесс будет идти не один день. Обвинителем Тухачевского на нашем процессе выступает Сергей Кургинян. Политолог, президент Международного общественного фонда, экспериментальный творческий центр. Защитник на нашем процессе, писатель Леонид Млечин. До начала прений у меня вопрос и к Кургиняну, и к Млечину. Чем дело Тухачевского интересно нам сегодня? Если можно, очень кратко, каждому по полторы минуты на актуализацию темы. Прошу вас. С каждым годом становится все понятнее, что такое государство. Вот когда-то оно было для многих демоном, потом стало богом. На самом деле государство – это средство, с помощью которого народ длит и развивает свое историческое предназначение. Я здесь подчеркиваю слово «историческое предназначение». Если нет истории, нет народа. Если история заменена примитивом, сказками, значит, соответственно, происходит оглупление народа. Значит, главная для нас сейчас задача – бороться с этими сказками, этими примитивами за народ. За то, чтобы народ ощутил во всей полноте свое историческое предназначение и был субъектом нашей истории в дальнейшем. Вот в чем для меня актуальность этого, потому что я считаю, что сейчас господствуют сказки, причем сказки идеологически обусловлены очень многим. Эти сказки были созданы в хрущевский период. Сначала они были созданы самим Сталином, это была такая вампука со страшными, так сказать, заговорщиками. Потом это было создано Хрущевым, когда это были невинные жертвы. Нам надо освобождаться от этого, нам надо понять, кто такие эти люди. Для нас это безумно важно. Сегодня, как ни странно, оказывается, что история для многих занимает то место, которое когда-то занимала идеология. Люди страстно хотят понять правду, идут дискуссии в интернете, идут дискуссии по всей стране. И мне кажется, что вот сейчас или никогда, что именно сейчас настала пора вырвать общественное сознание из элементарщины, из вампуки, из этих стереотипов. Спасибо, Сергей Иванович. Прошу вас, Леонид Милевич. История уничтожения маршала Тухачевского и множества других военных, это не чистая история, хотя не знаю ничего более увлекательного, чем познание истории Отечества. Мы беремся доказать здесь, что уничтожение военных кадров 30-е годы, особенно в конце 30-х годов, во время большого террора, закончилось для России, для нашей страны катастрофой. Я сошлюсь на слова начальника генерального штаба маршала Василевского, который сформулировал это в одной фразе. Не было бы 37-го года, не было бы и катастрофы 41-го. Мы прекрасно с вами понимаем, кто такой был маршал Тухачевский. Это был прирожденный военный. Не ангел. Ангелы в военной форме с погонами или без погон не разгуливают по земле. Это был человек, думавший об армии, занятый армией, положивший всю свою жизнь ради российской армии, ради русской армии, ради советской армии. И вокруг него были такие же люди. И эти люди заботились о том, чтобы у нас была армия, способная защитить нашу страну. Мы докажем сегодня, если понадобится и завтра, что уничтожение этих людей стало страшным ударом для России. Спасибо. Спасибо, Леонид Михайлович. Теперь, пожалуйста, на экран вы видите материалы дела. Летом 1937 года в Москве был вынесен судебный вердикт, который положил начало небывалым репрессиям в рядах Красной Армии. К смертной казни приговорили группу видных военных деятелей во главе с маршалом Советского Союза Михаилом Тухачевским. Бывшего заместителя наркома обороны обвинили в шпионаже, подготовке переворота и захвата власти. Следствие длилось всего месяц. Закрытое судебное заседание несколько часов, а приговор был приведен в исполнение сразу после вынесения в здании военной коллегии Верховного суда. Истинные мотивы этого уголовного дела неясны до сих пор. По одной версии, Тухачевского отдали под суд в результате борьбы в руководстве оборонного ведомства. По другой, маршал стал в оппозицию действующей власти и действительно планировал захват Кремля. Иностранные источники утверждают, что материалы против Тухачевского были сфабрикованы немецкой разведкой. Как бы то ни было, итог расправы над красными маршалами хорошо известен. За четыре года до войны армия осталась без своих лучших офицеров. Масштабы чисток разнятся. От 10 до 30 тысяч человек. После суда над Тухачевским немецкий журнал «Верфронт» писал, военная квалификация была принесена в жертву спокойствию большевистской системы. А маршал Василевский уверял, что без этих чисток не было бы войны. Гитлер якобы решился напасть на СССР, только зная о масштабах разгрома военных кадров. Насколько были оправданы чистки в армейских рядах за несколько лет до вторжения вермахта? Явились ли многочисленные жертвы в начале войны следствием этих репрессий? Теперь короткий перерыв в нашем процессе, и после перерыва приступаем к слушаниям. Переходим к существу дела. Мой первый вопрос к обеим сторонам. Планировал ли Тухачевский захватить власть в стране? Шли ли так далеко его политические амбиции? Слово обвинителю Сергею Кургиняну. Прошу вас, Сергей Романович, ваш тезис, ваш свидетель. Мой тезис таков. Если они не шли так далеко, если, так сказать, не было в нашей армии людей, которые хотели бороться со Сталиным, то это создает безумно сложную и трудную для понимания картину происходящего. Наша задача сейчас освободить личность Тухачевского от мифов, от элементарных стереотипов, выявить эту личность, посмотреть в ее глаза. Посмотрите, в них эти амбиции написаны. А почему их не должно быть? Если он такой талантливый человек, почему он не может быть Бонапартом? И как он мог им не быть? И разве в истории нет доказательств того, что он им был? И почему это плохо, если он им был? Вот, предположим, вы очень не любите Сталина, да? И вам кажется, что он страшный негодяй. Но тогда прекрасно, что Тухачевский против него восставал. Что же это за военные? Что же это за быдло, которое не восставали против диктатора? Правда? Предположим, наоборот, что вы Сталина очень любите. Тогда что же это такое? Это какой-то глубокий паранойик, который на пустом месте начинает истреблять свою армию? А кто сказал, что это так? Все документы, которые я читал, говорят о том, что он все время цацкается с Тухачевским. Он пытается что-то с ним выяснить. Он пытается построить какие-то отношения. Откуда этот паранойик? Как этот паранойик мог руководить страной? Я мягко напоминаю вам, уважаемый Сергей Иванович, что вы тратите время вашего свидетеля. Итак, я прошу прежде всего вывести доказательства. В виде доказательства фрагмент из книги Пауля Шмидт-Карла, личного переводчика Гитлера. Прошу вас доказательства. Из книги личного переводчика Гитлера Пауля Шмидт-Карреля. С 1935 года Тухачевский создал своего рода революционный комитет в Хабаровске. В его состав входили высшее армейское начальство, но также и некоторые партийные функционеры, занимавшие высокие посты. Когда в начале 1936 года Тухачевский по пути в Англию и обратно проезжал через Берлин, он имел встречу с ведущими германскими генералами. Он хотел получить заверение в том, что Германия не воспользуется какими-либо возможными революционными событиями в Советском Союзе в качестве предлога для похода на восток. Для него главным было создание Российско-Германского Союза после свержения Сталина. Спасибо. А теперь я представляю своего свидетеля Сергея Тимофеевича Минакова, доктора исторических наук, профессора, автора ряда монографий по этому вопросу и учебников. Пожалуйста, Сергей Тимофеевич. Пожалуйста, Сергей Тимофеевич Минаков, свидетель обвинения. Прошу вас. Сергей Тимофеевич, у меня основной вопрос. Были ли у Сталина основания для того, чтобы подозревать Тухачевского в наличии политических амбиций? И были ли эти амбиции у Тухачевского? Были основания, были амбиции. Какие? Какие основания были? Основания были, потому что поведение Тухачевского с 1923 года по меньшей мере вызывали подозрения, мало того, и реакцию соответствующую еще с начала 1924 года. Какие факты говорят в пользу этого, потому что это неизвестно? Свидетельства и зарубежные, и белые миграции, людей, которые знали Тухачевского. Свидетельства и из материала ВЧК, ГПУ, это 1924 год, и последующие материалы. Но эти свидетельства напрямую не расшифровывали цель, что Тухачевский преднамеренно собирается захватить власть. Он занимал выжидательную позицию, это можно судить по свидетельству того же Дебенко на заседании военного совета в 1937 году, который указывал, там не только Тухачевский тогда был, но и ряд других деятелей военных. Который свидетельствует о том, что порывы эти сдерживались, и Тухачевский говорил о том, что надо подождать. То есть всякий раз, когда возникала ситуация конфликта в партии, в верхушке партийной, возникала ситуация и выжидание самого Тухачевского. Я скажу, что ваше время истекло, поэтому сторона защиты имеет возможность задать вопрос свидетелю обвинения. Сергей Тимофеевич, Вы обратили внимание на доказательства, представленные Вашей стороной? Вы согласны с тем, что написано в тексте? Вы тоже считаете, что в 1936 году Тухачевский находился в Берлине? Да, в 1936 году он находился, был в Берлине. И вел там такие переговоры? Вы располагаете доказательствами этого? Есть свидетельства из службы генерала Канариса, есть свидетельства из Русского общевоинского союза. И Вы доверяете свидетельствам из Русского общевоинского союза? А почему я не должен доверять им? Замечательно. Никто не проверил пока еще достоверность. Сергей Тимофеевич, и он действительно в Хабаровске, где он не служил? Насчет Хабаровска не скажу. Понятно, хоть в чем-то Вы согласились. Вы говорили о том, что Тухачевский имел политические амбиции, и об этом сведения просачивались из-за мигрантских кругов. Вы имеете в виду то, что ухликало чекистами, отправлялось на Запад через операцию Трист? Нет. Вот ту самую операцию, когда было придумано, что Тухачевский будто бы является главой здесь монархического заговора, и это внедрялось агентами ВЧК, а потом ОГПУ в эмиграцию, а потом в виде разведсфоток возвращалось сюда и клалось на стол Сталину? Нет. Вы эти сведения имеете в виду? Какие Вы имеете в виду сведения? Я имею сведения о дневниках генерала фон Лампе. Они встречались с Тухачевским? Встречались, они служили вместе. Нет, это было до 17-го года. Они что, в 30-е годы встречались? И Тухачевский ему рассказывал, я хочу свергнуть Сталина? Я не говорю о 30-х годах, я говорю о дневнике, о записи в дневнике, относящейся к 23-24-му году. Правильно, это время операции Треск, когда замечательный генерал фон Лампе и другие получали эти чудные сведения, придуманные здесь на Лубянке. В записи генерала фон Лампе никаких данных, никакой связи в поведении Тухачевского с операцией Треск нет. Откуда тогда? Его информация шла совершенно не из этих источников. От кого? Его информация шла от полковника Колоссовского, который являлся редактором журнала «Война и мир», и который не являлся сотрудником ГПУ ни в какой форме. Я прошу прощения, я просто некоторое историческое напоминание сделаю. В 23-м году Сталин еще не был в том случае официального власти. Продолжайте допрос, но у вас совсем мало времени, около 15 секунд. Вы хотите сказать, что то, что говорил Тухачевский в 24-м году, в 37-м году имело значение, да? Оно имело значение, характеризуя поведение Тухачевского. Поведение? О каком поведении Генерал фон Лампе писал? Он говорил о... О слухах, которые до него доходили. Нет. Через третьи руки. Я протестую. Достоверность ничтожна. Протест принимается. Ваше время истекло. Достоверность показаний ничтожна. Благодарю вас. Мы предлагаем стороне защиты пригласить своего свидетеля. Ничего не дерьмо. Да. Прошу вас, Леонид Михайлович. Так. Благодарю вас. Наш свидетель Юлия Кантер, доктор исторических наук, автор книги о Тухачевском. А вот давайте мы тоже попросим представить текст из дневников Геббельса. Ваша честь, могу ли я попросить, чтобы... Да, конечно. Прошу вас доказательства стороны защиты. Отрывок из дневников руководителя управления пропагандой Рейха Йозефа Геббельса. Запись в дневнике от 15 июня 1937 года. Кровавые приговоры в Москве ужасают. Там уже ничего не разберешь. Там все больны. Это единственное объяснение происходящего там. Огромное потрясение во всем мире. На следующий день, 16 июня. Бойня в Москве вызывает большое потрясение во всем мире. Говорят об очень серьезном кризисе большевизма. Россия терпелива. Днем позже, 17 июня. Пляски смерти в Москве возбуждают отвращение и негодование. Опубликованный список расстрелянных за короткое время показывает всю глубину болезни. 1 июля. Фюрер разговаривал с нашим послом в Москве Шуленбургом. Шуленбург дает мрачную картину России. Террор, убийство. И это государство трудящихся. Фюрер смеялся от всего сердца. Благодарю вас. Я прошу прощения, просто маленькая реплика. Такие гуманистические переживания в устах Йозефа Геббельса выглядят достаточно нетривиально. Ваша честь, абсолютно с вами согласны. Доказательство приведено только для того, чтобы продемонстрировать, что разговоры о том, что Тухачевский будто бы работал на немецкую разведку. Или состоял в заговоре, связанной с Германией, не имеет под собой никаких оснований. Доктор Геббельс был одним из руководителей нацистской Германии и уж наверняка знал бы, о чем идет речь. А разве мы сейчас это обсуждаем? Да. Нам поставлен вопрос, были ли у Тухачевского политические амбиции. Мы совершенно не обсуждаем, был ли он немецким шпионом. Ваша честь, этот вопрос обсуждался обвинением, поэтому защита в праве... В данном случае защита в праве защищать любой тезис из тех, что относится к теме нашего обсуждения. Позвольте, будьте добры, скажите, пожалуйста, какого рода амбиции были у маршала Тухачевского? Прежде всего, маленькая реплика на высказывание, Вашей чести. Документы, о которых идет речь, хранятся в Федеральном архиве Германии. Это подлинные дневники Йозефа Геббельса, которые были найдены в начале мая в Берлине. Скажите, какого рода амбиции были реально у маршала Тухачевского? Амбиции у Тухачевского были с самого начала, с того момента, как он был успешным подпоручиком императорской гвардии Себёдовского полка. За полгода своей военной службы в русской гвардии, получившим пять орденов, документы о чем с наградными листами хранятся в Российско-государственном военно-историческом архиве. Тухачевский действительно имел амбиции сделать военную карьеру. Плохто солдат, который не хочет быть генералом. Что касается 1923 года и первого конфликта, упомяну этого здесь, господин фон Лампе, работавший к тому моменту уже на немецкую разведку, не мог знать об операции Трес, потому что эта операция была засекречена очень долго и до конца не рассекречена до сих пор. Тухачевский имел первый конфликт с Сталином гораздо раньше, во время польской кампании, после того, как именно Сталин вмешался в ситуацию с польской кампанией, убедив Егорова, командовшего Юго-Западным фронтом. Что привело к тому чуду нависли, которое называл в своих воспоминаниях маршал Писуцкий, и катастрофу нависли, о чем оставил свои воспоминания будущий маршал Тухачевский. Так вот, именно по вмешательству Ленина после польской кампании Сталин был выведен из состава Реввоенсовета Юго-Западного фронта. Это была первая трещина в отношении. Вы хотите сказать, что Сталин запомнил это и сохранил в себе в душе неприязнь будущего маршала? Да, как любой человек, потерпевший, так сказать, эмоциональное и фактическое поражение, тем более, так сказать, дезавуировавший тезис о мировой революции вперед через Варшаву, на Берлин. Это была еще одна амбиция Тухачевского. Юля, я вас привык, чтобы все-таки вы ответили на вопрос, какого рода амбиции были у маршала Тухачевского? Напоминаю вам, что в ваше время истекло, поэтому будьте предельно краткие. Очень коротко. Военные или политические? Сделать военную карьеру, оставаясь при этом вне политики, что Тухачевский подтверждал на протяжении всей своей карьеры. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Страна обвинения может задать вопрос и свидетельств страны защиты. Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду, когда считаете, что Сталин, начиная с 1918 года, преследовал Тухачевского? Вы об этом говорите? Я вас так понял. Если верить тому, что вы сказали, и тому, что вы здесь обсуждали, то маниакальная подозрительность Сталина, хотя это уже не подозрительность, а политическая борьба, началась в момент, когда, так сказать, они друг друга обидели на польском фронте, да? Я не квалифицировала бы подобную ситуацию, как личная обида. Тогда о чем мы говорим? Как именно, как вы считаете? Я прошу прощения. Я хочу напомнить, что речь в данном случае, сейчас, в данном эпизоде процесса, идет о политических амбициях маршала Тухачева. Что из того, что вы сказали, вот какие доказательства, вы историк, какие доказательства вы привели, что этих амбиций не было? Доказываю. Тухачевский с самого начала, с самого начала своей карьеры в Красной Армии и в партии, куда он вступил в начале 1918 года, был успешным полководцем, став командармом в 25 лет. Тухачевский практически не имел поражения и делал сугубо политическую карьеру. Причем тут политические амбиции? Военную карьеру, извините, да. Политических амбиций у него не было. Вы говорите, что не было, но вот я могу сказать, что у вас нет там друзей сердца. Но мне же должен доказать, что у вас их нет. Докажите, вы же присутствуете на суде. Попробуйте доказать обратное. Нет, в каком смысле? Сейчас у вас есть доказательства, я спрашиваю просто. У меня есть доказательства. Есть доказательства, что амбиций не было. Есть доказательства, что амбиций не было. У меня есть? Да или нет? Отвечу. Да, у меня есть доказательства, что амбиции нет. Положите их на стол. Тухачевский ни разу за все время своего пребывания в советской армии не вступал ни в одни политические, подчеркиваю, политические группировки, только принимая участие в военных дискуссиях. Спасибо. Почеркиваю, в военных дискуссиях. Спасибо. После короткого перерыва мы продолжим процесс. Итак, мы продолжаем программу «Суд времени». Мы обсуждаем дело маршала Михаила Тухачевского. Мой вопрос сторонам. Было ли дело Тухачевского результатом спецоперации германской разведки? И слово я предоставляю на этот раз сначала стороне защиты. Прошу вас, Владимир Михайлович. У нас есть доказательства номер один. Воспоминания Вальтера Шелленберга, если можно. Пожалуйста. Из книги начальника управления внешней разведки нацистской Германии бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга. Гейдрих получил от проживавшего в Париже белогвардейского генерала, некоего Скоблина, сообщение о том, что советский генерал Тухачевский во взаимодействии с германским генеральным штабом планирует свержение Сталина. Правда, Скоблин не мог представить документальных доказательств. Скоблин вполне мог играть двойную роль по заданию русской разведки. Тем не менее, информация Скоблина была передана Гитлеру. Фюрер встал перед трудной проблемой. Если бы он высказался в пользу Тухачевского, советской власти, возможно, пришел бы конец. С другой стороны, разоблачение Тухачевского только укрепило бы власть Сталина. Гитлер решил вопрос не в пользу Тухачевского. Ваша честь, разрешите задать по очереди вопрос одному и другому из моих зрителей? Да, прошу вас. Я только замечу, что внешне Вальтер Шелленберг все-таки поразительно обоминает народного артиста СССР Олега Табакова. Вы не находите? Это его единственная достоинство, если позволите. Олег Витальевич, доктор Гудницкий, будьте добры, Олег Витальевич, скажите, есть хоть малейшее основание предполагать, что за словами замечательного сочинителя Шелленберга была какая-то историческая реальность. И немцы в самом деле соорудили этот заговор. А здесь бедный Сталин, легковерный, прочитал и сказал, ах, Тухачевский негодяй. На основании данных Скоблина что-либо утверждать совершенно невозможно. Потому что это был, с одной стороны, сотрудник Русского общевоинского союза, с другой стороны, это был советский агент, который организовал покрещение генерала Миллера, который был вывезен в Москву и там расстрелян. Скоблин впоследствии канул, был, видимо, уничтожен советскими спецслужбами. Поэтому, какую роль он играл, какие цели преследовал и кто на самом деле подбрасывал ту или иную дезинформацию, это вопрос темный. Во всяком случае, повторяю еще раз, это никак не может служить доказательством существования заговора Тухачевского. Пожалуйста, свидетель Юлия, будьте добры, скажите, есть ли где-нибудь в материалах дела Тухачевского, в следственном, в материалах процесса, в материалах КПК 61-го года, в материалах дальнейших, где-нибудь упоминания о немецких документах, которые стали основанием для этого предположения? Где-нибудь, какой-нибудь? О материалах архивного следственного дела, хранящегося в Центральном архиве ФСБ России, которое мне удалось изучить досконально. Никаких материалов и даже упоминаний о немецкой фальшивке, хотя это было дело совершенно секретное, как известно, нет. Более того, ни в каких материалах чешского происхождения была идея о том, что, ну, в советское время я имею в виду, была идея о том, что через президента Бенеша Абвер забрасывал дезинформацию. Дело в том, что эта версия имела бы отношение к нашему с вами делу, если бы не существовали даты. Так вот, даже если документы готовились бы к переброске, это могло бы быть только весной 1937 года. В это время два основных фигуранта по делу Тухачевского уже сидели. В 1936 году арестованы Путна и Примаков. Это раз. Где-нибудь... Ваше время истекло. Благодарю вас. Мы доказали, что никаких оснований предполагать, что Сталин был введен в заблуждение немецкой разведкой, нет, поскольку немецкая разведка в этом и не участвовала. Прежде чем передать слово стороне обвинения, для опроса свидетелей со стороны защиты, я хочу задать вопрос адвокату. Леонид Михайлович, вы сейчас утверждаете, что Сталин не был введен в заблуждение германской разведкой. Да, я это утверждаю. Это означает, что он уничтожил Тухачевского, как он уничтожал профессиональных военных на протяжении всей своей карьеры сознательно и вовсе не потому, что они на самом деле представляли опасность как агенты иностранной державы. Он уничтожал методично военных профессионалов, потому что внутренне сам по себе... Благодарю вас. Благодарю вас. Я понял ваш тезис. Сергей Ирландович, будьте добры, у вас есть возможность задать вопрос свидетелям страны защиты. Скажите, пожалуйста, не произошло ли здесь некое недоразумение, потому что сейчас противоположная сторона доказывает тот тезис, который выдвинуло обвинение. Вы полностью доказали, хотя мне кажется не слишком убедительно, тот тезис, который выдвигаем мы. Мы говорим о том, что Сталин не был марионеткой иностранных спецслужб. Именно поэтому я задал уточняющий вопрос. Я не понимаю, потому что, значит, вы доказали, спасибо вам большое, что вы использовали свое время столь эффективно в нашу пользу, что Сталин не был марионеткой иностранных спецслужб. Всю жизнь, с эпохи Никистера Сергеевича Хрущевой, в дальнейшем, говорил что? Что говорил? Идиот, параноик. Через него реализовали какие-то фальшивки, ему впарили дезу. И он из-за этой тезы разозлился и начал корешить всех подряд. Сергей Романович, я вам напоминаю, что сейчас вам предоставляется возможность задать вопросы. Это первое, да. Второе, я просто должен, мне даже нечего говорить по этому поводу. Потому что я считаю, что может быть доказательство не самое убедительное. Но зато, зато мне есть сказать нечто по сходному поводу. Господин Блечен, мы не на, ну как бы, понимаете, я готов заранее вам сдаться. Только если вы поможете людям, сидящим здесь и телезрителям. Хоть кусочек небанального понятия своей истории. Хоть крошку. Мы делаем для этого все возможное. Значит, и все, спасибо вам. Теперь я говорю, в чем разница между, так сказать, приведенным... Вы говорите или вы задаете вопросы свидетелям за стороны защиты. Я задаю вопросы свидетелям. Скажите, пожалуйста, известно ли вам высказывание господина Геббельса, запись от 8 мая 1943 года. Фюрер вспомнил случай с Тухачевским, выразил мнение, что мы были полностью неправы, когда поверили, что таким способом Сталин уничтожит Красную Армию. Верно было обратно. Сталин избавился от оппозиции в Красной Армии и таким образом положил конец пораженчеству. Известно ли вам эта документальная цитата, которую я привел, и почему тогда вы ссылаетесь на эмоциональное раннее высказывание того же одиозного персонажа? Прошу вас, Юлия. Если можно, мой вопрос. Мой вопрос. К какому времени относится? 8 мая 1943 года. Это вообще известное высказывание. Несомненно, известное вам. Я отвечаю на ваш вопрос по существу. Это высказывание действительно известно, и в нем есть... Я поражаюсь, что противоположная сторона не обратила на это внимание. Есть принципиальное слово и принципиальная дефиниция. Оппозиция. Оппозиция – это совсем не заговор. Сталин действительно уничтожал любых людей, и не только в армии, мы это знаем, на протяжении всего своего, так сказать, существования у власти. Я, кстати, в отношении приведенной цитаты могу заметить, что она относится к 1943 году, когда речь шла о массовой издаче в плен, а не к 1937, когда был процесс, связанный с большим террором. Фюрер вспомнил случай с Тухачевским, он говорит. Шла конференция рейхслейтеров и гуляйтеров. Фюрер вспомнил случай с Тухачевским и выразил мнение, что мы были полностью неправы, когда поверили, что таким способом Сталин уничтожит Красную Армию. Верным было обратно. Спасибо. Благодарю вас. Я задам вам тот же вопрос и прошу краткого ответа, который я задал стороне защиты. Сторона защиты настаивала на том, что Сталин не пал жертвой ловушки, фальшивки со стороны германской разведки. Вы настаиваете на том же самом. В чем цель вашей позиции? Я считаю, что моя позиция заключается в том, что Сталин был как кот Васька, про которого было известно, что Васька слушает да ест. Сталин слушал всех, но был человеком абсолютно вменяемым. И ел, и ел все. И ел кого хотел. Благодарю вас. Как господин Волк лучше знает, кого ему есть. Мы объявляем короткий перерыв, после которого продолжим слушание. Мы продолжаем программу Суд Времени. Слушается дело маршала Михаила Тухачевского. Напоминаю вопрос. Было ли дело Тухачевского результатом спецоперации германской разведки? Приглашается свидетель со стороны обвинения. Прошу вас, представьте свидетеля. Сергей Иванович. Я хочу представить свидетеля со стороны обвинения. Александр Иванович Ковпакиди, известного писателя, историка, специалиста по спецслужбам. Александр Иванович, для начала я хочу задать вам один вопрос. Известно ли вам следующее высказывание Гиммлера от 4 октября 1943? Когда я полагаю, что это было в 1937 или 1938, в Москве шли большие показательные процессы, были казнены бывшие царские кадеты, и впоследствии большевистский генерал Тухачевский и другие генералы, все мы в Европе, включая и нас, членов нацистской партии и СС, придерживались мнения, что большевистская система и Сталин здесь совершили одну из самых своих больших ошибок. Оценив так ситуацию, мы сами себя сильно обманули. Мы можем правдиво и уверенно заявить об этом. Я полагаю, что Россия не выдержала бы все эти два года войны, а сейчас уже она на третьем, если бы сохранила бывших царских генералов. Да. Вам известно это высказывание? Да, это высказывание. Оно аутентично, то есть правильно? Аутентично, да. Теперь я вас спрашиваю. Сталин, так сказать, как мы уже убедились, мог подозревать Тухачевского, имел все основания подозревать в политических амбициях, с 24-го года его в этом подозревали. Протестую, Ваша честь. Мы никаким образом не убедились в этом ни одного доказательства этого странного обвинения представлено в данном расседании не было. Зато мы привели тысячу доказательств обратно. Протест защиты принимается. Госпожа Кантер приводит фантастические доказательства обратно. Она улыбается, она иронична, изящна, как балерина. Но она историк. Ваша честь, я протестую, оценка свидетелей не вводит задача. Я принимаю, Сергей Романович, госпожа Кантер имеет полное право улыбаться. Я прошу вас задавать вопрос вашему свидетелю. Пожалуйста, значит, я спрашиваю вас, если это сказать, амбиции были с 24-го года, если Сталин не был обманут, так не был он обманут. Мы 50 лет слышали про то, что зловещая немецкая разведка обманула идиота Сталина, параноика. И из-за этого произошли все ужасы. Теперь и эта сторона, к сожалению, неубедительна нам доказывать, что это не так. Что скажете вы? Да, это поразительно. Действительно, все эти годы, все 25 лет, именно все было наоборот. Реабилитаторы Тухачевского рассказывали про эту пресловутую папку Бениша. Теперь, когда выяснилось, что ее нигде нет, ни в одном архиве, ее на суде не вспоминали, на следствии, теперь, значит, они это нам предъявляют. На самом деле, прекрасно та сторона знает, что начиная с 32-го, 33-го года было по линии разведок и военно- иностранного дела, достаточно, и внутри, кстати, и сексоты тут сообщали, несколько сообщений по поводу так называемой военной партии. Сталин на них никак не реагировал. Я имею ввиду прекрасно известного вам Пассанера, Хайровского, Августу, Венеру, Ильинича, Занечковскую, миллион. Кстати говоря, все это известно из документов реабилитатора Тухачевского. До сих пор все это хранится в секрете. Мы случайно узнали про эти сообщения. Но факт, что Сталин на них не реагировал никак. И вдруг, неожиданно, в марте, в апреле 37-го года, вот эти обвинения, вот эти все сообщения, они посыпались валом на показаниях арестованных. Такое ощущение, что дернули за какую-то, какой-то был карточный дом, дернули карту и все обрушилось. Так что Сталина никто не обманул, никакая немецкая разведка. Спасибо. Я должен констатировать, что достаточно забавную, я бы сказал, вещь, что обе стороны цитируют прежде всего лидеров Третьего Рейха, и обе стороны по данному вопросу утверждают одно и то же. Итак, мы продолжаем. Леонид Михайлович, сторона защиты имеет вопросы к свидетелю обвинения. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, каким образом вы оцениваете рапорт Артузова 37-го года, обращенный в свое начальство, сообщением о том, что они располагают данными о том, что Тухачевский это и есть враг. Леонид Михайлович, напомните, кто такой Артузов, и все наши зрители не знают. Артузов, бывший начальник как иностранного отдела ОГПУ, то есть политической разведки, так и военной разведки. Как вы оцениваете, не было ли это спусковым крючком, после которого начались аресты военных? Безусловно, не было спусковым крючком. Что это было? Это было со стороны Артузова желание прикрыться за то, что до Сталина как раз возможно и не доводились вот эти предыдущие сообщения разведки, которую он возглавлял. Это было желание выскочить от ответственности, что он входил в окружение Егоды. Как известно, у Егоды была своя компания. Именно эта компания, по тем сведениям, которым мы располагаем, прикрывала военных заговорщиков. Какая резолюция была на рапорте Артузова? Я вам напомню, поднять дела и приступить к арестам. Вот с этого момента и начались аресты, которые привели в том числе и к Тухачевскому. Леонид Николаевич, а на этом же... А что было в этом рапорте? В этом? Да. Каким арестом? Каким арестом? Он перечислил сотрудников разведки, которые являлись троцкистами. Нет! Господа, прошу прощения. Он перечислил там военных, которые вставали и судили вместе с Тухачевским. Я прошу прощения, я должен сделать ремарку. В это время, как вы прекрасно знаете, сам господин Артузов уже висел на крючке. Поэтому, с его стороны, это было своего рода, как говорят кинологи, переадресовка. Да, человек шел на дно и потянул за собой все верховное командование. Он-то знал, что все это были сведения, которые он уже отправил на запад. Я бы в связи с этим не расценивал слова человека, который смотрит уже в глаза смерти, как веское доказательство, честно говоря. Ну, продолжайте. Я и говорю, это был фальсифицированный документ, на основании которых и начались аресты. К этому наша сторона и ведет. Сталин руководствовал за фальсификатором. Назывался только один Тухачевский. Он просто говорил, что были сообщения в 1932, 1933 году и далее, в 1934, которые Егода не сообщал. Они были замазаны, дело закрыли. Егода сказал, не может этого быть. Он покрывал своих подельников. Александр Ильич, а вы-то верите, да, что Тухачевский действительно был главой заговора? Скажите, вы верите? Я не гадалка, я не могу верить, не могу верить. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы предполагаете, что да, Александр Ильич, а вы-то что-то да. Я перечисляю факты. Спасибо, я должен прервать вас. Сейчас мы переходим к следующему вопросу наших слушателей. Были ли у Сталина внутриполитические мотивы для расправы над военными, прежде всего над Тухачевским? Слово предоставляется, прежде всего, стороне обвинения. Прошу вас. Мы как бы убедились, что с 24-го года есть подозрения в политических амбициях, и мы убедились, что никакие немцы, которыми нам дулили голову на протяжении многих десятилетий, вообще не присутствуют. И как ни странно, даже защита, которая выражает все время ту точку зрения, что они были, и Сталин, паранохик, который на этом дело был куплен. Она сейчас это опровергла. Теперь я спрашиваю третье. Третье. Я спрашиваю. Это потрясающее. Потрясающее. Теперь я спрашиваю. Мы только обсуждаем мотивы. Были ли у Сталина другие мотивы? Ну, поймите. Они все не параноики, не, так сказать, ангелы. Они люди своего времени. Это политики, ведущие политическую борьбу. Политическая борьба в России, говорил Черчилль, напоминает драку бульдогов под ковром. О результатах можно догадываться по выкидываемым трупам. Это политическая борьба своего времени. Скажите, пожалуйста, сначала, так сказать, один свидетель, потом другой. Скажите мне, Александр Иванович, были ли у Сталина внутрипартийные основания для этой борьбы? Значит, внутриполитические. Внутриполитические. Человеклановая борьба. Давайте абстрагируемся от десяток сообщений непосредственно о том, что заговор есть и кто в нем участвует. Дело в том, возьмем, так сказать, абстрактную общеполитическую ситуацию в стране. Только достаточно коротко перейдите абстрактную ситуацию, хорошо? Это то же самое, что произошло при Ельцине с олигархами. Я имею ввиду Березовский, Гусинский, Ходорковский. Они превратились в неких монстров, которые стали проявлять политические амбиции. Кто конкретно? Прежде всего, Якир Убаревич, Тухачевский. Глава, кстати, не Тухачевский был. Мариарти это был Гомарник, начальник политуправления Красной Армии. Это все признали, кстати. И вот эти люди отказывались... Представьте себе, армия, он командующий округ. Он говорит, в Москву тебя переводим. Нет, не поеду. Так это что такое? Посмотрите, что пишут про Якира. Что он превратил в украинский округ. Сталин вынужден был хоть немножко, чтобы их лишить власти, разделить округа. Вы помните, белорусские и украинские разделили на два. Это тоже не помогло. Продолжалась вот эта свистопляска. Они консолидированно выступили в августе 1936 года против руководства... Ну, против Ворошилова формально, но фактически... Кто такой Ворошилов? Если сейчас кто-то выступит против министра обороны, он против кого выступит? Уточняющий вопрос. Значит, вы утверждаете, что маршалы и военачальники советские были профессионально неэффективны, и таким образом Сталин имел право эту профессиональную неэффективность истолковывать как заговор? Не все. Я говорю, что некоторые из них, ну, в основном тут мы имеем в виду тех, кто командовали крупными округами. И вот в результате, значит, когда в августе 1936 года они напрямую выступили по вопросу о Блюхере против наркома, начатый против Сталина, уже этот конфликт... Прошу прощения, свидетель. Имею я право вас понять, что, как говорил другой политический классик, их к этому времени стало слишком много. Они стали слишком сильные. То есть, что они клановые игроки. Да, они стали слишком сильные. Они стали слишком... Они ненавидели друг друга, кстати. Спасибо. Все четверо ненавидели. Раишова только, вероятно, вы имеете в виду не Блюхера, а Ворошилова, видимо. Нет, именно Блюхера. Там как раз история была вокруг инспекции Дальневосточного округа и Блюхера. Они во второй половине 1936 года стали консолидировано уже выступать против наркома. Но что такое нарком? Что такое министр... Я хочу задать еще один вопрос. Вы хотели вопрос задать еще одному свидетелю? У вас есть такая возможность, потому что скоро я вас перерву. Сергей Владимирович, скажите мне, пожалуйста, вопрос и ответ. Первый. Ответьте сразу на два вопроса. Первый. Считаете ли вы тоже, что клановая борьба шла? И второе. Если бы клан Тухачевского победил, как бы он расправился с кланом своих противников? Он бы их пожалел. Да, коррек, вы пошли, снимите вопрос. Второй вопрос снимается. Отвечайте на первый вопрос. Достаточно, что он прозвучал. Потому что он главный. Потому что он-то и есть все. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что образно и грубо говоря, все они были с одной грядки. Я имею в виду и Сталина, и Тухачевского, и всех остальных. Они все выросли из революции. Они все были подпольщики. Они все... Будьте наконечны, если можно. Спасибо за напоминание. Борьба сложившихся кланов Красной Армии, конечно, шла. Но не только между кланом Ворошилова или Тухачевского. Но там были и Ворошилов, и, прошу прощения, и Тухачевский с Екиром, и Тухачевский с Убаревичем. Конфликты там были, и трения там были подчас достаточно суровые. И в 1936 году в том числе. Поэтому здесь... Вы хотите сказать, у Ворошилова, извините, это вопрос уточняющий, у Ворошилова был отдельный клан, или все-таки он принадлежал клану в стране? Ну, если пользоваться принятой терминологией, сейчас принятой терминологией, рабочий клан, можно говорить о группировках. О определенных группах, которые... Да, эта терминология там была более употребительная. Вот эти трения... Борьба шла. Эти трения были, они обострились с весны 1936 года. Спасибо, я понял вас. Благодарю вас. Сторона защиты, вопрос к свидетелю обвинения. Да, 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 конечно. Прошу вас. Александр Иванович, вы сказали, если я правильно вас запомнил, что два округа, украинский и белорусский, были разделены на два. Это когда произошло? Не могли бы напомнить аудитории? Ну, это как раз в этот период и происходило. Да неужели? В истории военной это не зафиксировано разделение округов. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, все ваши сведения столь же достоверны, как эти сообщения? У меня больше нет вопросов к этому свидетелю. 35-й год, май месяц, 35-й год, май месяц, 35-й год, май месяц, 35-го года. Не делились округа, военная история не зафиксирована. Можно я допрошу другого свидетеля? А как мы будем устанавливать это? Мы сделаем перерыв и обратимся к другим военным экспертам. Вот как мы будем устанавливать эту правду? Обратитесь, конечно. Я прошу возможность дать стороне защиты, возможность завершить свои вопросы к свидетелю. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что разные кланы, да, все были поделены. И даже Тухачевский с Убареевичем, значит, не были так вот всегда вместе, или с Якировым, да? Я, во-первых, предпочитаю не кланы термины, а группировки. Группировки. То есть разные были группировки, да, правильно вас понял? Да, да. Значит, заговора-то не было, значит, их общего. Там была разница, столкновение у нас на работе. Вы не можете, какие группировки между директором, продюсером. Это такого рода заговор. Благодарю вас. Нет. У меня больше нет вопросов. Меня есть вопрос. Ну, так, господа. Грелию я право задать вопрос на уточнение свидетелю. Перекрестный допрос норма. Хорошо, прошу вас. Очень кратко. Один вопрос и односложный ответ. Если бы во время французской революции, где были борьбы групп, и это было мотивом для уничтожения друг друга, господин защитник, сказал бы вам, да какие кланы, да какие группы, да у нас на работе, как бы вы отнеслись к такому высказыванию господина защитника? Ваша честь, оценочное осуждение просится, обсуждается тема выходящая. Я говорю о том, что если мы ведем серьезное обсуждение, то клановая борьба в эпоху французской, английской или нашей революции, это огромный аргумент. Так, господа, господа. Если над этим издеваются, то значит мы присутствуем на балагане. Так, Сергей Иванович. Леонид Михайлович, нет. Прошу прощения. У нас есть возможность выступить сейчас, каждой стороне, с вашим заключительным словом. Прошу вас, Сергей Иванович, да. Мой финальный тезис состоит в следующем. Когда поэт Менбельштам писал, не волк я по крови своей, то он был прав. Он, поэт, был не волк. Но те, кто боролись за власть в пределах постреволюционной России и Советского Союза, были волки. Они все волки. В тот момент, когда пришел, так сказать, Хрущев, и надо было сказать, что Сталин негодяй, а значит все остальные замечательные, были созданы определенные образы невинных жертв. В конце концов, в конце этой истории, было даже сказано, что чуть ли не Троцкий невинная жертва сталинского режима. Воскресите Троцкого, он встанется в могилу и скажет, да как вы, гады, смеете говорить, что я жертва, я борец. Все, что мы сейчас говорим, что это крупные игроки, матерые, борцы с амбициями. Они вели борьбу за власть по законам того времени. Что такое закон того времени, да? Кто проиграл, тот в могиле. Спасибо, я понял вас. Ваш статист понятен. Леонид Михайлович. В сегодняшнем заседании не прозвучало ни одного доказательства того, что существовал заговор, против которого руководитель государства должен был выступить. Что были хоть какие-нибудь политические, политические амбиции у маршала Тухачевского и у других военных, что они хотели захватить власть, свергнуть Сталина, совершить военный переворот, заключить союз с Германией. Не прозвучало ни одного, ни малейшего доказательства на эту тему. Защита вынуждена констатировать, что обвинение не справилось сегодня со своей задачей и не представило ни одного доказательства своего тезиса. А в силу этого, в силу презумпции невиновности, наш клиент, маршал Тухачевский и его товарищи, абсолютно невиновны в том, чем их сегодня обвиняют. Благодарю вас. Спасибо. Ваш тезис также понятен. Итак, мы сейчас заканчиваем голосование, которое шло в течение всего нашего сегодняшнего дня слушаний. Вопрос был такой. Кто для нас сегодня Тухачевский? Несостоявшийся Бонапарт или рядовая жертва большого террора? Голосование закончено. На сегодня. Оно продолжится завтра. Так же, как завтра продолжится наш процесс по делу маршала Михаила Тухачевского. Завтра ровно в 21 час вы услышите новые доказательства и ознакомитесь с новыми фактами по делу Тухачевского. До завтра. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. У нас в России, как известно, прошлое непредсказуемо. Каждое время воспринимает прошлое по-своему. В эфире программа «Суд времени». В центре нашего внимания исторические события, персонажи, проблемы. Их связь с настоящим. Судить историю вы будете вместе с нами. У вас, в нашей телеаудитории, есть возможность голосовать. Такая же возможность будет и у сидящих в зале. Сегодня второй день наших слушаний по делу маршала Михаила Тухачевского. Наша тема из довоенного времени. Из 30-х годов 20-го века. В годы Большого Сталинского террора была расстреляна группа высших советских военачальников. В их числе маршал Тухачевский. Блестяще образованный царский офицер, участник Первой мировой войны, перешедший на сторону Красных. Назван Троцким демоном гражданской войны. Стратега-реформатор армии. При этом палач кронштадтских моряков и тамбовских крестьян заподозрен Сталином в намерении захватить политическую власть в стране. Главный вопрос, который стоит перед нами, как и в первый день слушаний. Кто для нас маршал Тухачевский? Несостоявшийся Бонапарт или рядовая жертва Большого Сталинского террора? Мы запускаем наше голосование. Номера телефонов вы видите на своих телевизионных экранах. Обвинителем Тухачевского на нашем процессе выступает Сергей Кургинян, политолог, президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». Сторону защиты представляет писатель Леонид Млечин. Итак, суд времени. Прошу материалы по делу Тухачевского на экран. Летом 1937 года в Москве был вынесен судебный вердикт, который положил начало небывалым репрессиям в рядах Красной Армии. К смертной казни приговорили группу видных военных деятелей во главе с маршалом Советского Союза Михаилом Тухачевским. Бывшего заместителя наркома обороны обвинили в шпионаже, подготовке переворота и захвата власти. Следствие длилось всего месяц. Закрытое судебное заседание несколько часов, а приговор был приведен в исполнение сразу после вынесения в здании военной коллегии Верховного суда. Истинные мотивы этого уголовного дела неясны до сих пор. По одной версии, Тухачевского отдали под суд в результате борьбы в руководстве оборонного ведомства. По другой, маршал встал в оппозицию действующей власти и действительно планировал захват Кремля. Итак, мы начинаем второй день заседания по делу Тухачевского. Мой первый вопрос к обеим сторонам. Был ли Тухачевский выдающимся военным теоретиком? Слово представляю стороне защиты. Прошу вас, Леонид Николаевич. Итак, ваш тезис и представление свидетелей, вопрос к нему. Тухачевский был выдающимся военным профессионалом. Для людей, которые живут сегодня, я должен объяснить, что Красная Армия создавала, что называется, на постом месте. Командный состав состоял, грубо говоря, из двух групп. Одна была выдвиженца революции. Это были совершенно неграмотные, в военном смысле, абсолютно неграмотные люди, которые становились партизанскими командирами, командовали полками, дивизиями армии и таким образом достигали маршальских звезд. Другие были военными профессионалами, в основном бывшими офицерами царской армии. Это были люди с хорошим образованием, с хорошей подготовкой. Люди военные понимают, что без качественного военного образования командовать невозможно. Но, к сожалению, военные профессионалы у советского руководства вызывали постоянную подозрительность. Я прошу представить в качестве доказательства статью маршала Тухачевского, будьте любезны. Прошу вас. Доказательства стороны защиты. В Германии говорят о планах Геринга по доведению авиации до 16 тысяч самолетов. Всего армейские корпуса и пехотные дивизии будут иметь в своем составе 546 тысяч человек. В случае войны Германия может сразу развернуть до 108 пехотных дивизий. Численность германских вооруженных сил к лету должна достигнуть 909 тысяч человек. Завершение организационной военной программы Германии надо ожидать в 1939 году. Германия имеет 661 тысячу легковых автомобилей, 12,5 тысяч автобусов, 191 тысячу грузовых машин и 983 тысячи мотоциклов. Для переброски пехотной дивизии требуется автотранспортная группа в составе 650 легковых машин, 6700 грузовиков и 1200 мотоциклов. Что это такое? Ваш комментарий, прошу. Благодарю вас. Можно ли я приглашу свидетелей Александра Владимировича Крушельницкий, истории, который работал с архивным материалом по Тухачевскому? Будьте добры. Скажите, Солдович, это статья, опубликованная Тухачевским в газете «Правда», верно? Да. Какими словами, какими фразами заканчивала статья, написанная Тухачевским? Можно вопрос, уточняющий дата этой статьи? Эта статья была написана вообще не для «Правды», а для журнала «Военный вестник» изначально, и затем переадресована была в «Правду». Это 1935 год. Первоначальный вариант статьи, то есть машинопись, подписанная самим Тухачевским, хранящаяся в архиве, завершается выводом, основанным на аналитической части статьи, и слова звучат очень конкретно. Таким образом, мы видим, что военные приготовления Германии ведут к неизбежной войне. Причем противник фашистской Германии назван совершенно конкретно. Это Советский Союз, на который будет совершено нападение. Более того, в первоначальном авторском варианте... Он был обозначен в этой статье Тухачевского? Безусловно. Этот предполагаемый противник германской армии? Безусловно. Первоначальный авторский вариант статьи был озаглавлен. Военные планы Гитлера. Высочайший цензор, в роли которого выступил лично товарищ Сталин, вычеркнул военные планы Гитлера, вписал своей рукой, синим карандашом, размашисто военные планы современной Германии, и максимально смягчил все те пассажи Тухачевского авторские, которые могли как-либо затронуть, так сказать, нервы, взгляды, хорошее настроение его партнера по будущей Второй мировой войне. Гитлер был исключен вообще, и последняя фраза тоже была смягчена максимально. Ни о какой войне уже больше не говорилось, поэтому статья превратилась, по сути дела, ну, в некое жонглирование цифрами, абсолютно безотносительно к тому, что Гитлер готовится к войне против Советского Союза. Это очень можно коротко ответить. Эта статья свидетельствует о том, что маршал Тухачевский ясно сознавал военные реальности того времени, отдавал себе отчет о том, что происходило, и понимал, что надо делать. Безусловно. Как блестящий военный аналитик, располагавший всей полнотой информации относительно Германии, лично знавший ситуацию в Германии, потому что бывал там неоднократно, он прекрасно видел, будучи патриотом России, к чему готовится Германия. Спасибо. Ваше время, мистер. Сторона обвинения имеет возможность задать вопрос свидетелю защиты. Простите, пожалуйста, скажите мне, правильно ли я вас понял, что тот, что Тухачевский в 35-м году понимал, что Германия – это потенциальный противник СССР, означает, что он великий военный теоретик. Нет, я этого не говорил. А что вы говорили? Я говорю о том, что он блестящий военный аналитик. На основе чего? На основе всей совокупности сведений, которые имеются у меня сейчас, но не имеют прямого отношения к статье, о которой я сейчас говорю. Простите, пожалуйста, могу я уточнить у вас? Да, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Вот если я скажу, что Вовочка знает, что дважды два-четыре, то значит ли это, что он лучший специалист по дифференции... Я не поддерживаю протест, прошу вас, Сергей Иванович. Если я скажу, повторяю, что Вовочка знает, и восхищусь тем, что Вовочка во втором классе знает, что дважды два-четыре, значит ли это, что он главный профессор по дифференциальным уравнениям? Да или нет? Вопрос не конкретен. Обвинитель задает вопрос предположительной формы, невозможно ответить. Тогда я вас спрашиваю, если последний баран в 35-м году понимал, что Германия это потенциальный противник, то почему это означает, что Тухачевский являлся великим военным аналитиком? Видимо, последним бараном вы считаете Сталина, который... А почему? Если вы считаете, что я великий патриот Сталина, то вы меня спутали с кем-то другим. Сергей Иванович, дайте возможность свидетелю ответить на ваш вопрос. Да. Речь идет о том, что помимо... И что Сталин не стал в 35-м году, что Германия родили? Сергей Иванович, вы не даете возможность свидетелю отвечать на ваш вопрос. Речь идет о том, что помимо вот этой статьи, о которой идет речь, у Тухачевского был весьма значительный объем военно-теоретических трудов и на основе его, собственно говоря, командных указаний разрабатывались директивы о подготовке Красной Армии. Я говорил о Тухачевском как о блестящем аналитике. Я не могу все время... Я получил ответ. Спасибо. Значит, на самом деле, не эта статья, а огромное количество трудов, которые мы не можем разобрать, является аргументом. Правильно? Теперь я хочу спросить у вас конкретный вопрос. Какое блестящее военное образование получил Тухачевский? Я не утверждал о том, что блестящее военное... Итак, вы утверждаете, что у него не было блестящее военное образование? Нет, я этого не говорил. Вы передергиваете. А как? Либо было, либо не было. У него было военное образование. Какое? Военное в размере военного училища. Такое, как у моего деда, я понимаю. Кроме этого... Кадетский корпус и Александровское училище. Кроме этого, у него был колоссальный опыт и самообразование. Подождите, у него есть блестящее профессиональное военное образование? Да или нет? Что вы считаете блестящим, я прошу прощения? Академия Генерального Штата. Какие критерии? Он сам преподавал в Академии Генерального Штата. Где он преподавал? В ней Василий Иванович преподавал. Я спрашиваю вас, кончил он ее здесь? Так, все, спасибо. Обвинитель теряет контроль над собой. Спасибо. Я прошу прощения. На мой взгляд, это уже не опрос и не ответ, а это взаимные привлекания. Хорошо. Хорошо. Теперь я хотел спросить далее. Какие военные успехи, блестящие военные успехи, бесспорные, кроме карательных операций? Это содержательный вопрос, прошу вас. Военные успехи Тухачевского в течение его карьеры? Командование 5-й армии, командование на Восточном фронте. Это достаточный аргумент. Прекрасное командование войсками Западного фронта, который дошел бы до Варшавы, если бы ему не подставил... Знаете ли вы, что это крайне спорная позиция? Знаете ли вы историков, которые отрицают это и говорят обратное? Я знаю, что это отрицалось на суде над Тухачевским. Нет. Когда его, собственно говоря, обвинили... Знаете ли вы историков последнего времени, которые отрицают это? Категорически. Военных специалистов. А о чем это свидетельствует? Оно говорит о том, что его профессиональные военные успехи крайне проблематичны. Дальше у меня возникает вопрос номер 3. Знаете ли вы о нем как о военном планировщике? В чем его успехи? Он же все-таки командующий, он же не только военный теоретик, он же не профессор. Он должен был руководить войсками. О его планах, планах развертывания войск и так далее. Вы информированы? Ваша честь, можно я все-таки слегка, очень коротко отвечу на предыдущий тезис? Прошу вас. И тогда на этом мы будем завершать, потому что время исчерпано. Но я бы хотел, чтобы вы ответили на этот вопрос очень кратно. Наконец я хотел бы спросить о военно-технических планах. Достаточно. На это уже нет времени. Прошу вас. Есть много историков, которые глубоко убеждены, что Жуков был военным ничтожеством. Что это доказывает? Ничего. Вот и я об этом же говорю. Ничего не доказывает. Относительно того, каковы были его успехи в военном планировании, относительно того, чем он занимался, я сошлись на то, что он занимал пост начальника штаба РКК. Это равнозначно нынешнему начальнику генерального штаба. Видимо, если он был военной бездарностью, адресовать упрёк надо тому человеку, который его на этот пост назначил. На этот пост его назначил руководитель партии государства. Это не ко мне. Я спрашиваю о другом. Был или не был? Кто был руководитель партии государства? Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо. Позиция сторон по поводу образования военного и талантов Михаила Николаевича Тухачевского примерно понятна. Обвинение приглашает своего свидетеля. Прошу вас, Сергей Иванович. Я хотел бы спросить каждого из свидетелей своих. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович, был ли Тухачевский безусловным военным гением в теории, в организации войск и в военной технике? Это три позиции. Я бы хотел начать вот с этой статьи, если позволите. Ну, к сожалению... Я сразу хочу внести некоторое уточнение. Слово «гений», оно в данном случае имеет абсолютное значение. Блестящий военный... Речь идет о Тухачевском как о блестящем или талантливом военачальнике. Позвольте, тогда я внесу позицию. Ропрос заключается в следующий. Тухачевский, что говорилось все время, это такой безусловный военный гений, который, если бы у нас руководил армией... Глазали сюда, не звучали эти слова, с кем спорят обвинители, я просто не понимаю. Протест принимается. Давайте не оперировать с новым гением. Третий раз. Тухачевский, это такой военный, как сказать, профессионал столь высокого класса, каких у нас больше не было. И когда начали избивать его и других, то вот тогда обезглавили армию. Я лично отстаиваю позицию, что Тухачевский, это полевой командир. Ваш вопрос к свидетелю, прошу. Итак, я спрашиваю, был ли Тухачевский, это главный вопрос, полевым командиром или высокообразованным военным спецом царской армии? Да, во-первых, вот с этой статьи пресловутой, я хотел бы напомнить один момент, который прекрасно знает противная сторона. Сталин, на самом деле, вписал туда еще принципиально важную фразу о том, что сначала опасность угрозает Европе, Франции прежде всего, да, а потом уже они нападут на советское. Это принципиально важно. И здесь, именно по этой вписке, вы все понимаете, кто был умный, а кто дурак. Значит, следующий момент. Я не говорю, что Тухачевский был там полевым командиром. Нет, он, безусловно, не получил высшего военного образования. Когда мы рассматриваем его военную деятельность во время войны, значит, почему не вспомнили Кронштадт и подавление Антоновского мятежа? Значит, подавление Антоновского мятежа было, мягко говоря, очень слабенькое, несмотря на применение газов против несчастных крестьян и так далее. Их просто вытеснили, и потом уже соседние округа их добивали. Слушайте, могу ли Вас понять, что он был средний профессионал и блестящий каратель? Каратель, да. Ну вот, момент следующий. Когда говорим о победе Тухачевского... А я прошу прощения. Нельзя ли показать по этому поводу документы? Прошу документы. Отрывок из приказа Михаила Тухачевского о порядке действий частей Красной Армии при подавлении восстания в Тамбове. По прибытии на место Волость оцепляется. Берутся 60-100 наиболее видных лиц в качестве заложников и вводится осадное положение. Выезд и въезд в Волость должны быть на время операции запрещены. После этого собирается сход, на коем прочитываются приказы полномочной комиссии в ЦИК, номер 130 и 171, и написанный приговор для этой Волости. Жителям дается два часа на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских семей. И население ставится в известность, что в случае отказа дать упомянутые сведения, заложники будут расстреляны через два часа. Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично, и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются. После чего берутся новые заложники, и собравшимся на сход вторично, предлагается выдать бандитов и оружие. Командующий войсками Тухачевский. Тамбов, 23 июня 1921 года. Я не говорю, что он военный преступник. Благодарю вас. Ваше время истекло. Я должен со своей стороны отметить, что предоставленный документ хорошо известен, и он свидетельствует о том, о чем, собственно, я говорил вводный к данному процессу. А именно о том, что Тухачевский, да, был палачом тамбовских крестьян. Но это никак не говорит о его таланте как военачальника. Ни позитивно, ни негативно. Ни в плюс, ни в минус. Прошу, у стороны защиты есть вопросы к свидетелям обвинения. Александр Иванович, будьте любезны, вот этот приказ, подписанный Тухачевским, он ведь в исполнении решения комиссии в ЦИК, правильно, да? Кто председательствовал в комиссии Тухачевский или кто-то другой? В данном случае именно он руководил этой операцией. Антонов Авсеенко, да, он исполнял, правильно я вас понимаю? Он исполнял приказ власти, который отдан власти, правильно я понимаю? Если вы говорите о победе над Колчаковым, почему вы не говорите о победе над Лангстоновым? Я всего лишь хочу вас спросить. Он исполнял приказ власти? Конечно, он выполнял, да. Это понятно. Но, как честный, порядочный, благородный человек, он мог отказаться расстреливать несчастных крестьян? Если он такой благородный белый человек, он мог отказаться убивать несчастных крестьян? Я протестую, потому что у меня ощущение, что мы находимся на Нюрнбергском процессе отклоняется. Ровно такие документы защитников нацистов. Если бы он отказался выполнять это, его бы расстреляли? Если бы он такой белый и пушистый, почему он подавлял кратанский мятеж? Почему он убивал мотивы? Почему я задаю вопрос? Я всего лишь хочу выяснить, и свидетель подтверждает, что Тахачевский, как военный, исполнял приказы политической власти. Исполнял, в том числе, преступные приказы. То есть он был человеком, подчинявшимся дисциплине и исполнявшим все указания политической власти. Вот это мы на этом процессе и пытаемся доказать, что он не был никогда противником этой власти. Он был ее послушным инструментом, как и полагается военному, что свидетели... Свидетели не было. Не было. Не было. Если речь уже идет о том, что он исполнял приказы этой власти, то вопрос заключается в том, что, во-первых, он их исполнял очень инициативно. Во-вторых, этот вопрос об исполнении преступных приказов давно обсужден Нюрамберским процессом. В-третьих, речь идет о том, что он, и что мы хотим доказать, что он был волк. Понимаете? Волк, а не жертва. Это единственное, что важно. И каратель, многие военные, в том числе высокие, отказывались выполнять карательные операции. Вопрос заключается в том, что он от этого не отказывался. Очень даже инициативно разрабатывал эти решения того времени и вполне был волчарой. Вот все, что мы хотим доказать. Спасибо, спасибо. Ваше честь? Да, прошу вас. Да, прошу вас. Да, конечно. Если обвинитель настаивает на возбуждении сейчас процесса против советских руководителей, которые отдавали преступные приказы, то мы это, разумеется, поддержим. Мы всего лишь на этом суде доказываем, что Тухачевский был исполнительным инструментом власти, как и положено в военном. Он никогда не состоял ни в каком заговоре, не выступал против власти, поэтому обвинение сейчас только это подтверждало довольно инициативно. Я цитирую обвинителя. Замечательный исполнитель приказов власти. Спасибо. Объявляется короткий перерыв, после чего мы продолжаем просмотр. В эфире суд времени. Рассматривается дело маршала Тухачевского. В этой части наших слушаний перед сторонами ставится следующий вопрос. Был ли Тухачевский выдающимся военным практиком? Слово предоставляется стороне обвинения. Прошу вас, Сергей Романович. Я никоим образом не хочу утверждать, что Тухачевский не был бездарным человеком, так сказать, ходячей бездарностью, чистым авантюристом, как говорят многие, кстати говоря. Я этого не хочу утверждать. Я просто хочу обратить внимание на один курьез гражданской войны. Понимаете, гражданская война выдвигает определенных людей. Гражданская война и крупная война имеют абсолютно разные законы. Ведь суть заключается в том, что в гражданской войне воюют гораздо меньшее число людей. Она имеет свои принципы, свои законы. И те военачальники, те люди, которые побеждают в гражданской войне, формируют элиту будущей армии. Но элита начинает защищать себя во всех странах мира. Те, кто победили, начинают защищать себя. Но весь вопрос заключается в том, что чем более они были талантливы в каком-то смысле в гражданской войне, тем труднее им перейти на рельсы, которые нужны для большой войны. Это абсолютно другой опыт, абсолютно другие вещи. И здесь я хочу спросить своих свидетелей. Кто же он такой, как военный практик? Переодолел ли он в себе эти недостатки образования? Ведь у Наполеона тоже не было, бог знает там, каких образований, но он как воевал. Преодолел ли он это все? Кем он был? Я хочу знать, потому что мне нужен образ этого человека, из-за которого, простите, уничтожили моего деда. Я прошу конкретизировать вопрос. Кем был Тухачевский в качестве военного практика? Каковы его практические заслуги в сфере планирования операций, ведения крупной войны, операции генерального штаба? Я думаю, вопрос понятен свидетелю. Прошу вас. Я хочу сказать, что действительно точно замечено, что это полководец гражданской войны. Возьмем его главную заслугу в гражданской войне, главный тезис. Тухачевский победитель Колчака. Несчастного Колчака, с которым его, кстати, многое что сближало в личном плане. Почему здесь не вспоминает Иван Никитича Смирнова, руководителя Революционного Совета Тухачевского 5-й армии, который развалил фронт от Колчака? Заслуги пропаганды большевистской в тылу Колчака были не меньшие, чем полководческие заслуги Тухачевского на фронте. Никогда об этом не вспоминали, потому что Смирнов стал троцкистом, его расстреляли. Кстати, он говоря... Александр, можно я? Есть ли хоть одно крупное доказательство того, что он как военный практик для большой войны? Вы понимаете, вопрос о том, если бы он был, может быть, мы бы спасли миллионы людей Великой Отечественной. Где доказательства? Доказательства нет. Мы знаем все его планы на случай войны. О том, что занять территорию Прибалтики, анекдотическая идея, которая могла спровоцировать войну, в конце концов, в 1936 году. В 1936 году? В 1936 году. И что Сталин по этому поводу сказал? Ну, отказались от этого, так сказать, плана. Это план, так называемый, Бельгия он назывался, из-за которого Тухачевский обозлился. У вас есть вопрос к другому свидетелю? У меня есть вопрос. Прошу вас. Скажите, пожалуйста, может быть, вам известны какие-то достижения Тухачевского как военного практика? Или прямые доказательства, что этих достижений нет? Ваше честь, время обвинения истекло, я прошу прощения. Принимаю протест. Предоставляю возможность защите задать вопрос свидетелю обвинения. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, так что же Тухачевский такой совершенно бездарный военный, повышается в должности, растет все время, и маршалом становится. Это такой принцип у нас был. Вот чем бездарный человек, тем на большую должность он означает. Нет, я не говорил, что он бездарный. Это, безусловно, очень талантливый. И Кургинян сказал, что он очень талантливый человек. Таких людей очень мало. Это талантливый карьерист. Вот есть, у него всегда были отличные начальники штабов. Он всегда окружал себя генштабистами. Все его окружение, всю жизнь были генштабисты. Это как раз были высокообразованные люди. Значит, он отличался способностью окружать себя высокими профессионалами, которые и позволяли добиваться победы. Я правильно понял ваши слова? Ну, не он один. А Фрунзе не окружал? Нет. Фрунзе тоже был замечательный военачальник. Я спрашиваю сейчас о Тухачевском. Правильно я понял ваши слова? Не он один, да. Он был талантливым человеком, который подбирал кадры военные так, что помогало ему додерживать победы. Я вас правильно понял? Благодарю вас, Александр Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляете... Я могу перекрестку, который? Нет, все. Нет? Можно я вызову свидетеля Генштабудницкого, доктора исторических наук? Скажите, Олег Генштабудницкий, так вот обвинение строит, свое аргументное, такое ощущение, что Тухачевского расстреляет за то, что был неважнецкий военный и занимался террором. Скажите, это вот действительно так? В самом вопросе содержится ответ. Уважаемые, ваша честь, уважаемые дамы и господа, Красная Армия была создана бывшими офицерами и генералами Царской Армии. Свыше 80% командиров армии и фронтов, командующих армией и фронтов Красной Армии, были бывшие в выборе Гражданской войны, бывшие офицеры и генералы Царской Армии. Все начальники штабов, 100%, были бывшие офицеры и генералы Царской Армии. Тухачевский здесь вовсе не исключение. Вот эту плеяду высокообразованных и среднеобразованных людей вычистили из Красной Армии в 1929-1931 годах. Но как-то дело Тухачевского вынесли за скобки исторического времени. Страна управлялась террором. И время от времени Тарий Сталин и его подельники принимали приоритетные меры. Он просил отвечать на поставленные вопросы. Значит, следовательно, Тухачевского расстреляли вовсе не за то, что он был плохим военным. И вовсе не за то, что он был, скажем так, карателем. Это была Гражданская война, это был террор. Красный террор, господа, начался в сентябре 1918 года. Заложников брали совершенно официально. Списки расстрелянных публиковались в газетах, включая известия. Это была система управления. И не было ни одного военачальника Красной Армии, который в той или иной степени не использовал бы свои деятельности в террористическом ряде борьбы. Будущие маршалы Победы в Великой Отечественной войне все практически принимали участие в Гражданской войне. Георгий Константинович Жуков вместе с Тухачевским принимал участие в подавлении Тамбовского восстания, на всякий случай. О чем он сам пишет в своих мемуарах. Жуков, он вообще-то писал, опять же, Жуковит разное мнение, что Тухачевский был гигантом военной мысли, цитирую его всем известные воспоминания. Поэтому выбирайте, или вы с маршалом Жуковым, Леонидом Лещиным, Юлией Кантером, или вы с нашими оппонентами. Хорошая компания у вас подобралась. Олег Витальевич, а почему тогда был уничтожен Тухачевский? Почему, как я уже сказал, это была система управления. Очень кратко, если можно. Это был не первый и не последний процесс. Давайте вернемся в историческое время. В стране с конца 20-х постоянно идут политические процессы. Промпартии, Союзное бюро меньшевиков, процессы против интеллигенции. Расстрел руководства артиллерийского управления. Операция «Весна» по учебе бывших офицеров и генералов участия из Красной Армии. Был расстрелян командующий Восточным фронтом генерал Ольдероги. Прошу прощения, ваше время и стекло. Значит, и это вписывается в промык. Ваше время и стекло. Примитивные меры. Ваша честь, мы сказали то, что должны были сказать. Спасибо. Прошу вас, Сергей Иванович, ваш вопрос, свидетель. Скажите, пожалуйста, свидетель. Вы твердо убеждены, что, так сказать, принцип спора об истории, в котором говорится. Выбирайте, или вы со мной и с Богом, или с Кургиняном и дьяволом. Это принцип. Давайте мы примем какое-то единообразное решение. Говорим ли мы об убеждениях, о вере или нет. Говорим только о фактах. Я не принимаю. Я спрашиваю. Вы здесь сейчас применили некий риторический прием. Так что выбирайте, господа. Или вы со мной и с Жуковым, или с ними, ну я уже не знаю кем. Сергей Иванович, у вас есть вопрос по существу? Да, это правильный прием. Я могу ответить. Это для вас, как ученого, интеллектуала, нравственная позиция? Да или нет? Как участника телевизионного шоу. Это абсолютно адекватный прием. Вот теперь вы сказали все. А что касается... Спасибо. А что касается читателями и кредит. Я могу сказать всем собравшимся и всему обществу, что именно, во что именно это пытаются превратить. Я ищу здесь правду о человеке, язык здесь, здесь. Прочитайте мои книги о гражданской войне. Там вы найдете правду. Вы здесь ищите правду, кто в странице. Вы слышите, что он говорит? Вот вы слышите это. Вы слышите это. И это то, что в течение 20 лет, да, я это ненавижу. Не демократические идеи. Не борьбу со свободой. Сергей Иванович, замечательно. Теперь я спрашиваю дальше. Значит, он сказал просто, что он не ищет здесь истину. Что это шоу. Не передергивайте мои слова. Вы где книги про истину ищите? Сергей Иванович, у вас есть вопрос по существу? Не надо передергивать, прошу прощения. Я сказал, что здесь мы оперируем такими... Мы в суде. Господа, господа. Мы в честнике шоу. И мы ведем себя соответствующим образом. Для вас суд и шоу это одно и то же. Так, уважаемый обвинитель, уважаемый свидетель. Они настоящие. Это шоу. Сергей Иванович, свидетель ответил на все мои вопросы. Он не просто ответил, он снял маску и показал, что это происходит. Мы сейчас занимаемся не вопросами нашего с вами этического развития, а вопросами, связанными с процессом над Михаилом Тухачевским. А все этические выводы зрители сделают сами. Сейчас объявляется короткий перерыв, после чего мы продолжаем процесс. Мы возвращаемся в зал заседания. Продолжается процесс над маршалом Тухачевским. В суду хотелось бы услышать ответ на вопрос. Можно ли считать маршала Тухачевского создателем военно-технической стратегии Красной Армии? Слово предоставляется стороне защиты. Прошу вас, Леонид Михайлович. Благодарю вас. Можно ли я вызову свидетельницу Юлию Кантер? Будьте любезны, Юля, ответьте на вопрос. Кто создал ракетный институт, благодаря которому в стране появились Катюши, ракеты? Институт, в котором начинали Королев, Валентин Глушко, создатель ракетных двигателей. Кто из советских военачальников это сделал? Так называемый ракетно-реактивный институт был создан по приказу Михаила Тухачевского, который был заместителем наркома обороны. А до того занимался этим еще, когда был командующим Ленинградским военным округом в тесном сотрудничестве с Сергеем Мироновичем Кировым, возглавлявшим тогда Ленинград и Ленинградскую областную организацию. Также именно в Ленинграде, помимо того, о чем мы только что сказали, впервые в истории Советской Красной Армии были проведены учения, связанные с высадкой десанта, которые так пригодились нам, но, к сожалению, только в 1942 году, потому что все учения такого рода и проекты были заморожены. Еще один момент. Именно в Москве, вернее, под Москвой, в Московской области, была создана первая современная база ПВО, которая существовала до июня 1937 года. Это именно... Поясните, пожалуйста, что речь идет о первых исследованиях в области радиолокации, которых не было и которые были прекращены. Исследования по которым в сфере радиолокации начались именно в прямом смысле по приказу Тухачевского. Что касается противовоздушной обороны, это принципиальная вещь здесь, в Подмосковье. К этой идее Тухачевского, которая была заморожена и признана преступной, и репрессированы был не только он, но и многие другие исполнители, вернулись только 9 июля 1941 года. Вот эти документы были вынуты из-под спуда. Это принципиальная вещь. Точно так же к вопросу об упомянутых вами, Катюшах, реактивные разработки и такого рода вещи, связанные с новыми самолетами и с новыми видами вооружений, были заморожены, закрыты. И именно поэтому Катюши у нас появились не в 1939 году. Закрыты после расстрела Тухачевского. После расстрела не только Тухачевского. Я не стала его здесь персонифицировать. Процесс репрессии в Красной Армии не начался в 1937, это был просто пик, он начался гораздо раньше, как уже здесь было сказано. И не закончился ни в 1938, ни в 1939. Что характерно, по делу о военно-фашистском заговоре продолжали осуждать и расстреливать в 1939 году, даже после подписания пакта Молотова-Риббентропа. И в этом случае я хотела бы отдельно поблагодарить товарища господина Колпакидзе, который назвал анекдотическим план Тухачевского по занятию Прибалтики. Этим планом, товарищ Талин, воспользовался после подписания пакта Молотова-Риббентропа. Абсолютно соблюденный сценарий. У вас есть вопрос? Нет, благодарю вас. Мы хотели показать, что Тухачевский был главным инициатором и покровителем развития новой техники в Красной Армии. С его уничтожением этот процесс прекратился. Ваша позиция ясна. Сергей Романдович, есть вопросы? Свидетелю со стороны защиты. Скажите, пожалуйста, вам известен такой кусок из военно-технической доктрины Тухачевского. Совершенно иначе обстоит дело, если строить танк на основе трактора и автомобиля, производящихся в массах промышленностей. В этом случае численность танков возрастет колоссально. Красный Путиловец с марта 1931 года будет выпускать новый тип трактора в полтора раза выше. Нынешняя модель слаба, а новый трактор даст отличный легкий танк. Вам известны такие форменты? Мне известно даже то, что вы цитируете документ, неправильно его называя. А именно, прошу простить, а именно, это документ, связанный с перепиской Ворошилова, Сталина и Тухачевского. Это длительная переписка, занявшая несколько месяцев, как раз касающаяся танкостроения, которым Тухачевский начинал заниматься в 1930-1931 году, находясь еще в Ленинградском военном округе, на Ленинградском сталепрокатном заводе имени Сталина. Более того, я должна вам сказать, что это решение, о котором вы говорите, изначально было отложено Сталином в письме Ворошилову. Документы хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории. Я вас не об этом спрашиваю. Вы об этом спрашиваете? Нет, я вас не об этом спрашиваю из куска вашей же книги, которую я специально поэтому и взял. Я вас спрашиваю о другом. Вы обладаете военно-техническим образованием для того, чтобы оценить, данная концепция привела бы к созданию танковой отрасли или разрушила ее? Вот что мы обсуждаем. Я прошу... Докажите мне, дайте мне технические аргументы в пользу того, что концепция легкого танка, который должен был слегка быть переделан из трактора и пущен вторым эшелоном, следом за первой волной танков, является военно-технически и стратегически профессиональной. Обладаете вы для этого компетенцией? Ваше честь, мы протестуем. Защита будет просить назначить свидетелей из числа технических специалистов для обсуждения этого вопроса. Я могу ответить частично на этот вопрос. Благодарю за обстоятельство. Прежде всего, я благодарю, но отвода не нужно. Прежде всего, я хочу сказать, что история не знает со слагательного наклонения и частицы бы здесь неуместна. Во-вторых, спрашивающий абсолютно демонстрирует незнание именно той терминологии, которую сейчас пытается оперировать, ссылаясь на мою монографию. А именно, продолжаю отвечать на этот вопрос. Волны бывают в море, а не танки. Танки идут эшелонами, танки идут ромбом. Так вот, дело в том, что эта стратегия, о которой идет речь, была полностью изменена, вскоре после этой дискуссии, которую вы цитируете из моей монографии, спасибо, что прочли, в 1933 и 1934 годах. Именно после этого была разработана специальная концепция. И, кстати, из-за этого Тухачевского Сталин вернул из Ленинграда в Москву и повысил звание. В 1935 году дал обознавание маршала. Сталин манипулировал этим. Именно легкие и средние танки должны были идти разными, действительно, первым и вторым эшелоном. И идея о моторизованных частях, сопровождающих танковые части, была использована советским командованием в 1941-1942 году. У меня вопрос к уважаемому обвинителю. Сергей Романдович, у вас есть реальные основания подозревать свидетеля со стороны защиты в недостаточной компетентности? Нет, у меня нет таких оснований. Спасибо. Я хотел спросить свидетеля, понимает ли она ответственность за явление, что история не знает сослагательного наклонения. Потому что если история не знает сослагательного наклонения, то все, что мы здесь сейчас обсуждаем, полная чушь. Спасибо. Я могу ответить? Нет, нет. Это было заявление, которое, на мой взгляд, не нуждается в оппонировании и в ответе. Пожалуйста, сторона обвинения предоставляет своего свидетеля. Прошу вас. Сергей Романдович, скажите, пожалуйста, является ли великим техником и стратегом, который создал новый облик вооруженных сил, спас нас, так сказать, и готов был нас спасти и создать непобедимые вооруженные силы? Тухачевский. Поскольку мы здесь ищем истину, и поскольку мы выясняем все-таки вопрос о том, являлся он бонапартистом или таковым не являлся, то эти вопросы, на мой взгляд, напрямую все-таки не связаны. Прошу я пояснить. Нам говорят так. Вместе с Тухачевским были погублены вооружения из-за того, что они были погублены. Мы пережили трагический первый период Великой Отечественной войны. Вот в чем состоит позиция. Да или нет? Если вы ради истины, готовы ее поддержать, поддерживайте. Я хочу сказать, что напрямую связывать, вот без отдельных звеньев, связывать 37-й год и 41-й год, это некорректно. Я перестаю, чтобы это не было понимать. Мы сейчас обсуждаем военно-техническую компетентность и талант маршала Тухачевского. Я ставлю вопрос еще раз. Либо, как много мы потеряли. Если Тухачевский придал бы нашим вооруженным силам абсолютно другой военно-технический облик, эти вооруженные силы разгромили бы противника легкой кровью и не было бы чудовищных потерь Великой Отечественной войны, то я первый сказал бы, я спрашиваю, был ли Тухачевский таким военно-техническим гением или высоким асом. Я не надо цепляться к словам, так как вопрос о волнах и эшелонах. Собственно, военно-техническим гением мы, конечно, не было. Мы договорились с ним в техническом слово «гений», поскольку оно вообще по отношению мало к кому употребило. Он был руководителем. Гения у нас Александра Сергеевича Пушкина. Давайте на это. Управление вооружения Красной Армии. Поэтому всю ответственность, которую нес Тухачевский, он нес как заместитель наркома по вооружению. У него находились в подчинении разные отделы, где находились специалисты, и за все промахи или достижения конкретные несли ответственность они. Я спрашиваю вас с позиции этого суда истории. Я спрашиваю вас, либо он вел нас в одном направлении, которое было спасительно, а после него повели в другом, либо этого не было. Да или нет? В другом направлении не повели. Спасибо. Теперь можно... Семенович, может я задам уточняющий вопрос, на который я хочу услышать односложный ответ. Да или нет? На своем посту человека, замнаркома, который отвечал за военно-техническое оснащение Красной Армии, Тухачевский был на своем месте, на ваш взгляд, или нет? На своем месте. Все, учу, Ордин Ленина. Позвольте мне сказать, что я очень уважаю эту позицию. Александр Иванович, скажите вы нам. Смотрите, он, безусловно, оказался во главе перевооружения нашей армии гигантского... Очень кратко, потому что ваше время истекло. И это его заслуга. Хотя, та же уважаемая Юлия Зороховна прекрасно помнит его позицию по поводу минометов. Она вообще известна, и Америку никто тут не откроет. Другой вопрос. Он был ненадежен, он был слишком амбициозен. В случае войны мы видели в Германии, чем это кончилось такими людьми. Спасибо. Понятно. Спасибо. Вопросы защиты к свидетелям стороны обвинения. Александр Иванович, а скажите, неамбициозные военные в генеральских мундирах и маршалских бывают вообще? Очевидно, бывают. Да? Очевидно, бывают. Вы можете назвать хоть одного неамбициозного военного, ставшего маршалом? И вы называете их ненадежными? Леонид Михайлович, есть командный принцип. Этот человек, вот все время мы обходим этот вопрос. В чем же была его политическая ненадежность? Он постоянно выдвигал какие-то требования. Когда он был начальником штаба РКК, он потребовал создания большого штаба. Ему отказали, отказали, я думаю, потому что считали ненадежным. Александр Иванович, я вас об этом не спрашиваю, я прошу прощения. Но вы рассказываете замечательные вещи. Человек болеет за дело. Он хочет создать сильный штаб. У него, может быть, что-то не получается, но душа его горит. Он хочет, чтобы армия была самой сильной в мире. Благодарю, у меня больше нет вопросов. Мы объявляем небольшой перерыв. После перерыва мы продолжаем наш процесс. Возвращаемся в зал заседаний. В эфире «Суд времени». Я ставлю вопрос перед обеими сторонами. Кто маршал Тухачевский? На самом деле выдающийся военачальник или рядовой командир времен гражданской войны? Предоставляю слово стороне обвинения. Прошу вас. Я хочу еще раз подчеркнуть, что у нас нету никаких данных о том, что Тухачевский в качестве военачальника большой войны, мировой войны, не как командир гражданской войны, а мы снова подчеркиваем, что это огромная принципиальная разница, был особым образом выдающимся. Мы никоим образом не хотим сказать, что он был пустышкой, ничтожеством, или там не знаю кем, уродом, так сказать, и дегенератом. Он был способным человеком. Но страна не потеряла с Тухачевским ничего чрезвычайного в плане ведения военных действий в большой войне. И здесь снова мы хотим подчеркнуть принцип. Гражданская война выдвигает не людей, которые потом могут вести мировую. Это совершенно разные люди. Люди, выдвинутые гражданской войной, цепляются за места, и когда война кончается, они действительно иногда выдвигаются уже не по принципу своих способностей. Вот в чем дело. Можно уточняющий вопрос? Да, пожалуйста. Вы сказали, что Тухачевский не представлял собой ничего особенного, как военачальник. Да, вот такого особенного. Вы можете назвать какого-нибудь военачальника гражданской войны, ну, скажем, со стороны красных, который бы представлял, на ваш взгляд, собой что-то особенное? Ну, я считаю, что Брусилов выдающийся человек. Я понимаю, что сделал Брусилов. Вот я долго и честно пытался понять. Он не участвовал с гражданами в вашей части. Я понимаю, что сделал Брусилов для строительства Красной Армии. Я считаю, что Фрунзе выдающийся человек. Он не знает. Я долго и внимательно исследовал то, что же сделал Тухачевский с польской операцией. Невозможно в данном формате показать, что к чему... Я понял, я понял, я понял. Но я считаю, что он преступно проиграл польскую кампанию. Я знаю, что половина людей так считает, а половина иначе. Но никто из людей не может доказать, что он что-то, ах, сверхвыдающееся. Вот что я могу сказать. Это ваша позиция. Да, это моя позиция. Ну, со времен польской кампании до момента его ареста и смерти прошло более полутора десятков лет. Прошу вас. Слово стороне защиты. Мы никогда не узнаем, как повел бы себя маршал Тухачевский и его соратники в большой войне, потому что их расстреляли за четыре года до этого. А других продолжали арестовывать до самого начала войны и даже после начала войны. Все, что здесь рассказывало обвинение, совершенно несостоятельно. Мы слышали о том, что они ненадежные, Тухачевские и другие, амбициозные. А вместо них пришли надежные и неамбициозные, те самые генералы поражения сорок первого года. Здесь не прозвучало ни одного доказательства того, что Тухачевский не был военным профессионалом, что он занимал свои должности не по праву, напротив, даже свидетели обвинения подтвердили, что он был человеком на своем месте. Он исполнял свой военный и профессиональный долг. Он был настоящим солдатом. И если бы, как любят говорить, обвините об истории сослагательного наклонения, он, Убаревич и другие были бы в сорок первом году, никогда бы немецкая арма не дошла бы до Москвы. Спасибо. Уточняющий вопрос. Владимир Михайлович, уточняющий вопрос вам разрешите. Вы согласны с тем, что Тухачевский, исходя из того, что он сделал, в частности, с Тамбовскими крестьянами, был карателем? Я бы сказал, что, к сожалению, вся советская система, в этом я согласен с президентом Медведевым, была тоталитарной и в силу этого совершала массу преступлений. И Тухачевский, как и другие военачальники Красной Армии, опозорили в этом свою офицерскую честь. Это правда, но они всего лишь исполняли приказы. Поэтому, если мы ставим так вопрос, то начинать надо с тех, кто отдавал им эти приказы. Еще один вопрос. Если вы согласны с тем, что, выполняя приказы, но выполняя их достаточно грамотно, я бы сказал, с огоньком, согласны с этим? Тухачевский действительно подавил жестоко в крови с помощью газов и так далее, Тамбовское восстание. Может ли такой человек, на ваш взгляд, быть талантливым военачальником? Да или нет? Ваша честь. Да, к сожалению, может быть военная профессия одна из самых кровавых. Более кровавой я не знаю. Спасибо. Мы завершаем сегодняшний день нашего процесса. Я принимаю решение продлить этот процесс еще на один день. На завтра. Сейчас мы прекращаем голосование. Мы продолжим его завтра. завтра, в 21 час, процесс по поводу дела маршала Тухачевского будет продолжен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте! У нас в России, как известно, прошлое непредсказуемо. Каждое время воспринимает прошлое по-своему. В эфире Суд Времени. В центре нашего внимания исторические события, персонажи, проблемы, их связь с настоящим. Судить историю вы будете вместе с нами. У вас есть возможность голосовать. Такая же возможность будет у сидящих в зале. Сегодня третий день слушаний по делу маршала Тухачевского. В годы Большого сталинского террора была расстреляна группа высших советских военачальников. В их числе маршал Михаил Тухачевский. Блестяще образованный царский офицер, участник Первой мировой войны, перешедший на сторону Красных. Назван троцким демоном гражданской войны. Стратег и реформатор армии. В то же время палач кронштадтских моряков и тамбовских крестьян. Заподозрен Сталином в намерении захватить политическую власть в стране. Главный вопрос наших слушаний. Кто для нас маршал Тухачевский? Несостоявшийся Бонапарт или рядовая жертва Большого сталинского террора? Мы запускаем голосование. Для нашей телевизионной аудитории зрители в зале будут голосовать в конце эфира. Итак, сегодня третий день слушаний по делу маршала Тухачевского. Представляю сторону обвинения политолог, президент Международного общественного фонда экспериментальный творческий центр Сергей Кургинян. Представляю сторону защиты писатель Леонид Млечин. Прошу материалы по делу Тухачевского на экран. Летом 1937 года в Москве был вынесен судебный вердикт, который положил начало небывалым репрессиям в рядах Красной Армии. К смертной казни приговорили группу видных военных деятелей во главе с маршалом Советского Союза Михаилом Тухачевским. Бывшего заместителя наркома обороны обвинили в шпионаже, подготовке переворота и захвата власти. Следствие длилось всего месяц. Закрытое судебное заседание несколько часов, а приговор был приведен в исполнение сразу после вынесения в здании военной коллегии Верховного Суда. Истинные мотивы этого уголовного дела неясны до сих пор. По одной версии Тухачевского отдали под суд в результате борьбы в руководстве оборонного ведомства. По другой маршал встал в оппозицию действующей власти и действительно планировал захват Кремля. Итак, суд времени. Переходим к существу слушаний. Мой вопрос к обеим сторонам. Что принесла хрущевская оттепель? Новый миф о Тухачевском и других репрессированных военачальниках или восстановление исторической справедливости? Слово стороне защиты. Прошу вас, Леонид Михайлович. Благодарю вас, ваша честь. Мы намерены показать, что начавшееся при Хрущеве восстановление реальной истории, а при Сталине это все было чистой воды фальсификация, постепенно вело и ведет к восстановлению исторической реальности. Но нам еще много предстоит над этим работать. Если можно, я попрошу свидетеля Олега Витальевича Будницкого. Итак, ваш вопрос к Олегу Витальевичу Будницкому. Олег Витальевич, скажите, вот тогда при Хрущеве впервые стали рассказывать о том, как расстреляют Тухачевского, потом при Брежневе все заглохло, потом при Горбачеве вновь вернулись к этому трагическому прошлому. С вашей точки зрения что происходило? Новый миф создавался или восстанавливалась реальная история? До восстановления реальной истории нам все-таки еще далеко, но бесспорно то, что заговора Тухачевского не было и что эти военачальники были расстреляны во всяком случае не за то, что официально было в обвинительном заключении. И это тяжелейшим образом сказалось на Красной Армии. Ведь было расстреляно не только Тухачевский и те несколько высших военачальников, которые проходили по его процессу, были репрессированы тысячи высших и средних офицеров Красной Армии. Мы не можем провести эксперимент, мы не можем их воскресить, и история это не компьютерная игра, мы не можем смоделировать события 41-го года. Мы можем только предполагать. Можем только предполагать, и в качестве такого аргумента в пользу того, что это была беда, приведу историю одного Красного Командира, которого арестовали среди многих, которому сломали те ребра, выбили 9 зубов, выводили на расстрел, чтобы выбить от него признание, а потом в эпоху постежовского, так сказать, потепления выпустили и вернули в армию. Я думаю, что вы догадались, что я говорю о командующем Донским фронтом в Сталинградской битве и Центральный фронт в Беззинокуртской дуге в маршале Советского Союза Рокоссовска. Сколько таких Рокоссовских получили пулю в затылок и превратились в лагерную пыль, мы не знаем. Но я не думаю, что все те люди, которые были уничтожены в эпоху Большого террора, я имею в виду в данном случае только те, кто служил в Красной Армии, что эти люди были ненадежными, бездарями и так далее, как сейчас пытаются некоторые изобразить. Я думаю, что эти ключи командиров сыграли бы, безусловно, позитивную роль. Спасибо. Прошу вас, Сергей Иванович, ваши вопросы с стороны защиты. Паника история, рассказанная обществу вместо той, которую рассказали при Сталине. В этой истории, рассказанной после Сталина, был святой под названием Ленин и верные ленинцы, а также были дьявол отпадший ангел под названием Сталин. Вот что такое генеральный хрущевский миф. А дальше он развертывался на все. На военных, на деятелей культуры, на, так сказать, политиков, на спецслужбы, на все. Я спрашиваю, и поскольку вы зачитали нам вопрос, то он в этом и состоит. Эта концепция вполне не репрезентативная в том, что касается военных, потому что она и с военными была такая же. Жертвы, ангелы, избитые, так сказать, невинные люди и так далее. Эта концепция Хрущева является продвижением к правде или выворачиванием наизнанку Сталинский Все, вопрос понятен. Так, прошу вас. Спасибо. Видите ли, путь к истине очень долг и зигзагообразный. И диалектичен. Да. И в эпоху Хрущева была расстана какая-то часть. Меня, конечно, эта концепция совершенно не устраивает, как я думаю, всех нас здесь присутствующих. Это то, что были допущены перегибы в эпоху культа личности. И, естественно, Хрущев, который сам принимал активнейшее участие в репрессиях и сам строил то общество, которое питалось, так сказать, террором, он не мог иначе. В эпоху Хрущева, в чем его позитивная сторона, был сделан шаг в сторону истины, но это был полушажок. Я понял. Поскольку, простите, я просто вынужден задавать вам вопросы, я их буду задавать. Но только будьте коротки, потому что у вас уже больше времени. Был миф. Короткий вопрос, короткий ответ. Итак, был миф, я так вас понял, был миф о военных. И в этом мифе о военных и вообще хрущевском мифе возник некий Тухачевский. И он устал у всех в голове с крылышками такой военный ангел. Да или нет? Тухачевский возник, потому что мама родила вообще, а не потому, что был миф в хрущевское время. Я сказал, возник образ. Мама родила и вас. Но про вас мифа нет. Про вас мифа нет. А про Тухачевского есть. Образ Тухачевского был, безусловно, в хрущевскую эпоху идеализирован. Он гораздо сложнее и он черно-белый. Идеализированный или искажен? Идеализированный то есть искажен. Нет. Вообще-то. Так, значит, и... Извращенный. Тухачевский это не герой моего романа. И как личность он у меня симпатии не вызывает. Но мы говорим не об этом. Мы говорим о том, он был расстрелян за то, что он участвовал в военно-фашистском заговоре или нет. Спасибо. Спасибо. Свидетельство со стороны обвинения. Прошу вас. Постепенно в ходе того, что мы говорим, выясняется некоторая главная вещь, которая лично меня, может быть, и волнует больше всего. Мы никогда не узнаем. Мы никогда не узнаем. Мы никогда не узнаем, что было бы с военным... Дмитрий Иванович, вам предлагают задать вопрос свидетелю вашему. Я в короткую преамбу... Прошу вас. Я не буду... Мы никогда не узнаем. Теперь мы видим, как чаша весов колеблется. Вот мы никогда не узнаем, означает, что нету уже, исчез он. Этот беспрезидентно великий полководец, военный техник, невинная жертва, он исчезает. И я хочу спросить свидетелей. Для вас, что остается на этом месте? Вот лично для вас... Кому вопрос? Кому из двух ваших свидетелей? Александр Иванович. Прошу вас. Александр Иванович Калпакиде. Для меня остается совершенно извращенный образ этого человека. Мы уже тут столько времени говорим, но не говорим о доказательствах заговора. Их миллионы. У нас разговор какой-то... Я прошу прощения. Значит, вопрос, вопрос Сергея Ивановича был задан в русле вопроса, который предложил... Остается, да. В русле вопроса, который сформулировал я. Что дала в этом плане Хрущевская оттепель? Мы теряем время. Да. Она дала, значит, из действительно сложного человека, со сложной судьбой биографии, со сложными способностями, создала некий миф об этом таком беликом и пушистом ангелочке, который мог нас спасти. Все? Я спасибо, я понял. Теперь Сергей Тимофеевич... Простите, уточняющий вопрос, уточняющий вопрос свидетелю. Значит, если он не был ангелочком, если он не был белым и пушистым, значит, его правильно расстреляли. Я правильно вас понял? То есть, всех, кто не белый и пушистый, надо расстреливать. Всех, я тоже не белый и не пушистый. кто устраивает заговоры армейские в период, когда на страну нападают, надо расстреливать. Я понял вашу позицию. Я должен сказать, что вы спросили нас о том, что создал миф при Крущеве. Он создал белого и пушистого. Никто из нас не говорил, что если он не белый и пушистый, его надо расстреливать. Нет, меня дальше просто интересует позиция свидетеля Сергея Ивановна. никто не говорил. Мы говорим, что он не белый и пушистый. Все, спасибо. А вопрос о том, надо ли его расстреливать, это отдельный вопрос. Хорошо. Вас наверняка не надо. Благодарю, меня это устраивает. Вполне удовлетворяю. Пожалуйста. Так, второму вашему свидетелю, если можно, краткий вопрос и краткий ответ. Для вас вы поддерживаете то, что в эту эпоху был сделан белый и пушистый? Вот это, как вы, как историк, к этому относитесь? Как историк, к этому так. Вопрос был поставлен в оригинале по-другому. Ну, неважно. Миф о Тухачевском... мы продвинулись к правде с Хрущевым или создали новый миф? Если мы уйдем от контекста, мы ничего не поймем. Миф о Тухачевском менялся неоднократно. Он был к 23-му году, он был к 30-му году, он был к 37-му, 37-му году, и он был к 61-му году. Поэтому каждый из этих мифов в определенной степени заострял внимание на каких-то сторонах, позитивных или негативных, но не создавал цельный и противоречивый образ этого человека. Хороший ответ. Спасибо. Сторона защиты. Прошу вас в вопросах к свидетелям обвинения. Сергей Тимофеевич, будьте добры. Скажите мне, пожалуйста, вот расстреляли человека по какому-то обвинению, потом выяснилось, что обвинение это было ложное, он в этом не был виноват. Это с вашей точки зрения что, создание нового мифа или все-таки продвижение к истине? Если реабилитирует невиновного, продвижение к истине. Не это ли произошло с Тухачевским? Если его расстреляли по обвинению в измене и в шпионаже, то это было ложное обвинение, из-за этого не должны были расстрелиться. Благодарю вас. Правильно ли я вас понимаю, что правильно ли я вас понял, что Хрущев все-таки дал возможность постепенно, не полностью, но восторжествовать справедливости в отношении человека, которого расстреляли за то, что он не совершал. Это верно? Я думаю, что Хрущев дал возможность нам подойти и сейчас двигаться к пониманию объективного, пониманию того, кто такой был Тухачевский. Благодарю. Что он был не белый и пушистый, но что он и не был грязным и мерзкий. То есть он не был тем, за что его расстреляли. Благодарю вас. Именно в этом плане. Именно в этом плане. Александр Иванович, можно ли я вас спрошу? Скажите, а вот то, что вы прочитали материалы комиссию по реабилитации, с которой следовало, что Тухачевский не был шпионом немецким, а в этом его обвинялись, за это расстреляли. Вы остались при своем мнении, что он все равно был негодяй, при своем, не надо было его расстрелять. Как любой здравомыслящий человек, если прочитает эти мемуары, поймет, что у них... Нет, извините, я вас спрашиваю. Вы читали материалы комиссии по реабилитации, в которых написано, что то обвинение... Вы читали обвинительное заключение когда-нибудь его, да? Вот это вот следственное дело, да? В заговоре он сознал. Он отрицал... Александр Иванович, можно я вас попрошу ответить на вопрос? Вы читали обвинительное дело, да? Да, поделал? Да, очень хорошо. Или там его обвиняют, что он немецкий шпион, да? Вот, а потом вы прочитали материалы комиссии по реабилитации, из которых следует неопровержимо, что он не был немецким шпионом. А вы все равно считаете, что надо было расстрелять? Это такой хитрый прием. Александр Иванович, можно просить вас ответить? Вы считаете, что все равно его надо было расстрелять? Конечно, надо, потому что он в заговоре признался, он отрицал, что он шпион. Он не был шпионом, но он был заговорщиком. Спасибо. Мы объявляем небольшой перерыв. После перерыва мы продолжаем наш процесс. В эфире Суд Времени. Возвращаемся в зал заседаний. В этой части слушаний прошу стороны ответить на следующий вопрос. Эпоха перестройки. Это время расширения информации по делу Тухачевского или это время активизации мифотворчества? Слово предоставляю стороне обвинения. Прошу, Сергей Иванович. Никоим образом никогда я лично не буду говорить о том, что Хрущев не открыл какие-то архивы и не как бы восстановил участие. Мы уже не о Хрущеве, Сергей Иванович. Говорю. То же самое о перестройке. Никоим образом не могу сказать, что некоторые документы или некоторые массивы информации не были выхлестнуты наружу и это не является правдой. Чем больше возникает документов, чем больше каких-то аспектов возникает новых, тем лучше. В этом смысле слава Хрущеву и слава перестройке постольку, поскольку она открывала новые документы. Но беда-то вся заключается в том, что это все происходило по принципу неравномерной подачи информации или, как говорят в таких случаях, фильтрации базара. Что-то говорится, причем активно, бездоказательно и очень настойчиво, а что-то утаивается. Вот когда одно говорится, а другое утаивается, то в сознании возникает не правда, а ложный миф. Сначала это миф о белом и пушистом. Но миф о белом и пушистом эпохе Хрущева, что вовсе не отменяет для меня заслуг Хрущева по реабилитации людей. Его вина в создании вот этих мифов. Но эти мифы действовали, пока был Ленин. Что сделала перестройка? Перестройка, с одной стороны, повторила очень насыщенно и активно все то, что говорили до этого. И одновременно с этим она демонтировала образ Ленина. То есть полностью уничтожила какую-либо логику в происходящем. Поехала крыша и сквозь эту поехавшую людей крыша начала фильтроваться просто и присачиваться в сознание та информация, которую давно изготовляли белые, причем в самом их радикально ненавидящем все виде. В этом смысле она оказалась ядом. Ядом для сознания. Не восстановлением исторической истины, как говорил маркиз Депоза Филиппу Второму, «Сир, дайте человеку свободы мысли», а очередным порабощением этой мысли, созданием новых мифов, о которых теперь приходится освобождать общество, потому что, повторяю, государство – это средство, с помощью которого народ длит и развивает свое историческое предназначение. Если нет истории во всей ее сложности, нет государства, нет народа, который может твердо стоять на ногах. В этом смысле перестройка создала еще больший вред с точки зрения образов. Это не значит, что не открыло кусков правды. Еще больший вред, чем Крущев. Крущев извратил в одну сторону, перестройка это добавила, и нас увели с магистральной дороги разума. Я правильно вас понимаю, что нам нужно возвращаться к истокам, то есть к Ленину? Нет. Нет. Вы иронизируете это ваше право. Да, конечно, иронизирую. Возможно, что вы так считаете. Я пытаюсь уточнить вашу позицию. Нет, я хочу сказать о том, нам надо возвращаться к той подлинности, глубокой, настоящей подлинности о нашей истории, которой не было и нет, от которой нас уводили сначала в одну сторону, потом в другую, в третью. Народ рвется туда. Спасибо. В конце концов, в Гренобле есть так. Время истерило, Сергей Иванович. В конце концов, в Гренобле есть институт Робеспьера, и никому от этого ни хорошо, ни плохо. Вы должны не проклинать и не прославлять, а понимать. Я понял вашу позицию, и спасибо. Леонид Михайлович, прошу вас. Сторона защиты выражает сочувствие в стороне обвинения, которая все время оказывала власти каких-то мифов и страшно страдает. Мы хотим внести свой вклад в освобождение от миф, как-то помочь в стороне обвинения. Можно ли попросить документ, на котором изображена страница из показаний обвиняемого Тухачевского? Можно ли попросить этот документ предоставить? Доказательства стороны защиты. Мы представляем этот документ в связи с заявлением стороны защиты о том, что раз Тухачевский признал, что он заговорщик, значит, точно преступник. Свидетели Юлию Кантеру, могу ли я допросить? Да, прошу вас. Юля, скажите, это что за страничка? Уточните, пожалуйста, для наших зрителей. Страница архивного следственного дела номер Р-9000, находящегося на Глубянке в Центральном архиве Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которому мы уже апеллировали. Скажите, пожалуйста, что за пятна на этой странице? Я надеюсь, что они достаточно хорошо видны. Да, пятна на этой и на некоторых других страницах квалифицированы экспертизой, как кровь. Достаточно подробными описаниями, как и почему эта кровь попала на эти страницы. Как и почему? Кровь впадала с предмета, находящегося в движении, предположительно, с головы. Человека, находящегося в необычном психологическом состоянии и подписывавшем показания, это к вопросу позиции обвинения, с рукой, находящейся в вывернутом положении. Могу ли предположить из ваших слов, что Тухачевского били? Я была бы осторожна со словом предположения. Это квалифицировано, опять же, как дополнительной проверкой обвинения, так и почерковической графологической экспертизой, произведенной в 2005 году, я хочу подчеркнуть, никакого отношения ни к Хрущеву, ни даже к Горбачеву, это уже не имеет, в экспертно-кериминалистическом центре ГУВД полковником милиции Сысоевой. Юлия Зорохова, меня прежде всего интересует следующее. А. Кровь ли это Тухачевского? И Б. Действительно ли это кровь из раны или это, скажем, кровь из носа при каком-то напряжении? Да, один уважаемый историк в погонах когда-то сказал, может, это кровь пошла у следователя от усердия. И это не исключено. Кровь на страницах здесь и на некоторых других не квалифицирована как кровь из носа, из уха, из глаза и так далее. Но это кровь Тухачевского? Она идентифицирована как кровь Тухачевского? Такой экспертизы не проводилось, о чем я говорю сразу. Это кровь, которая попадается на тех страницах, я подчеркиваю, где стоит собственноручная подпись. К вопросу о собственноручных показаниях, о которых вы только что, ваше честь, уточняли по поводу полковника Сысоевой, то экспертиза в сравнении с анализом образцов почерка Тухачевского, сделанного в 2018, в 2019 году и даже более поздно, установила, что это... Вот тут я могу квалифицировать, что эти показания, посмотрите на них, написаны человеком, либо находящимся под воздействием лекарственных средств, понятно, либо, опять же, в диктованных, передиктованных, о чем свидетельствуют нестандартные обороты, разница между... извините, разные промежутки между словами и так далее, и так далее, и так далее. Под утверждением этого тезиса, возвращаясь к вопросу, косвенно подтверждающему вопрос, чья кровь, подчеркиваю косвенно, является и тот факт, что в ряде других показаний, я подчеркиваю, что дело Тухачевского, это собирательный образ, оно структурировано по разным томам, по персоналям, и только очные ставки и заседания специального военного присутствия соединены в единый том. Мне пришлось работать со всеми этими томами. Так вот, дело в том, что значительная часть показаний просто вдиктована следователем. Характерным, я подчеркиваю, не единственным, а характерным примером чего является записка, написанная следователю Ушакову, одним из обвиняемых, Фельдманом, начало и концовку, я цитирую, написал по собственному усмотрению, уверен, что вы меня вызовете, недолго и переписать. Это, опять же, абсолютно не исключительный случай такого рода и цитификации процессов. Благодарю вас, ваше время истекло. Если позволите... Я, кстати, хотел бы сделать ремарку, Фельдман был близким другом Тухачевского. Я просто хотел разумерить, что таким образом мы показываем, что те материалы и документы, которые становятся известны в последнее время, не создают миф, а позволяют приблизиться к правде. Благодарю вас. Благодарю вас. Сторона обвинения может задать вопрос в стороне защиты. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли... Я хочу только подчеркнуть, что я категорически противник применения пыток при допросах и, так сказать, убежден, что они применялись. Теперь, тем не менее, я хочу задать вам один простой вопрос. Если бы на показаниях Штауфенберга или Людвига фон Бека или Эрнста Румеля были бы найдены пятна крови и даже установлены, что это пятна крови этих людей, значило ли бы это, что они не участвовали в заговоре против Гитлера? Да или нет? Вопрос не имеет никакого отношения к обсуждаемой нашей тиблии. Я отвечу на этот вопрос... Нет, 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 нет... Вопрос не представляется содержательным. Прошу вас. Я отвечу на этот вопрос прежде всего за то, что автор этого вопроса позволяет себе сравнивать сталинскую юстицию с гитлеровской. Спасибо. Во-вторых, и методы дознания тоже. Хотя есть в материалах дела Штауфенберга, которые мне тоже удалось читать, есть очень четкая доказательная база, в том числе и тамбома, которая была пронесена. Ни в одном материале это к вопросу «А если бы?» Связано с лишними домами дело Тухачевского, как собирательного дела. Свети, простите, пожалуйста, я так тоже не могу. Если любой мой вопрос... Вы не можете, я понимаю. Если ваш издевательский монолог, то я не могу допрашивать свидетеля. Я даю вам отвод. Сергей Иванович, я прошу прощения, вы задали вопрос, свидетель отвечает. Имею ли я право прервать в какой-то момент? Нет, если свидетель, если вас удовлетворяет... Меня удовлетворяет. Хорошо. Меня удовлетворяет полностью то, что мне не отвечают на этот вопрос прямо, то есть не говорят, не отвечают на вопрос, который я задал в форме, которая позволительна и только позволительна сейчас. Я спрашиваю, если на пятнах... Смотрите, что происходит. Если на документах признательных показаний фон Штауфенберга будут обнаружены пятна его крови, будет ли это значит, что фон Штауфенберг не является заговорщиком? Да или нет? Обвинитель даже не знает, что Штауфенберга никогда не допрашивали, его расстреляли во дворе. Нет, нет, нет. Это предположение... Вы улетворяли в его признанельных показаниях. Я вам назвал дальше Людмила Капонбека и прочих. Это предположение... Ромеля тоже не допрашивает под подкривляем. Ну вы что же ничего не отражаете? Я вас спрашиваю, да или нет? Ваши честь... Господа, дайте вас... Сергеев, дайте возможность свидетельствовать. Вы можете кратко ответить. Да или нет? Я прошу оградить нашу сторону от подобных реплик типа кривляния и от повышения тонок в противоположной стороне. Это во-первых. Протест принимается. Спасибо. Тем не менее, я вас прошу возможности кратко ответить на вопрос. Могу я сделать другой протест? Я прошу оградить эту сторону от заявлений, что она находится в плену мифов и прочих издевок и демагогических ответов на прямо поставленные вопросы. Хорошо. Вашу честь, я могу ответить? В силу своей компетенции, уважаемые коллеги, я попытаюсь оградить и ту и другую сторону. Это будет замечательно. От всех ваших проблем. Это будет замечательно. Я прошу вас кратко по возможности ответьте на вопрос. Кровь на признательных показаниях любого имя Река в случае, если доказано, что это кровь, может являться доказательством лишь того, что эти доказательства получены под пыткой. В случае с Тухачевским это было так. В случае, что с Уфенбергом нет, потому что его не допрашивали. Людвига фон Бека Роммеля. Роммеля не допрашивали. Он сам покончил с собой. Если бы его допрашивали, товарищ Милич. Ну что ж, если бы его допрашивали, что бы это значило? Ваша честь. Если бы эта формула... Нет, на самом деле вопрос интересный. Если угодно, я его повторю. Если вам будет более приятно отвечать на мой вопрос... Да, бесспорно. Благодарю вас. Тогда я могу его повторить. То, что человека пытали, свидетельствует ли о том, что он не участвовал в мятеже или заговоре? То, что человек... Я правильно формулирую? Конечно. То, что человек подписал признательные показания под пыткой, является фактом безусловной фальсификации его признательных показаний. То есть возможности фальсификации несомненно. Спасибо. Я подчеркиваю еще раз только одно, что наличие всего, о чем говорят... Сергей Иванович, у вас есть вопросы к вашим свидетелям? У меня есть вопросы к нашим свидетелям. Скажите, пожалуйста, что же все-таки мы считаем лично по поводу того, какова именно вина Тухачевского? Давайте, во-первых, я думаю, уважаемый Юрий Азорхан не будет спорить, что Тухачевский дал показания уже на второй день после приезда в столицу Москву. Мы знаем генералов, которых питали, не питали, они вообще ни в чем не признались, воевали, стали героями Советского Суния и так далее. Горбат. Не важно. Значит, я всегда, честно говоря, думал, что это кровь на машинописной кофе, это кровь машинистки, которую, наверное, били и говорили, ваше, если ты гад не сознайся, мы ее до смерти заколотим. Александр Иванович, уважаемый Александр Иванович, я считаю иронию в том, что касается пыток над живыми людьми, будь то машинистка или маршал, Можно я переведу этот вопрос в неироничный путь? Позвольте задать уточняющий вопрос. Краткий, требующий краткого ответа. То есть, вы считаете, оставим в стороне машинисток, там, все хорошо, значит, вы считаете, что кровь на странице допроса Тухачевского не свидетельствует о том, что... Правильно я вас понимаю? Спасибо. Теперь у меня второй вопрос. Что вы считаете? По поводу... Да, по поводу вот этих вот разговоров. Здесь очень много вопросов возникало, чья кровь и так далее. Поскольку здесь... Было два вопроса. Было два вопроса. А. Пытали ли Тухачевского? Является ли свидетельством этих пыток кровь на странице с его допросом? И Б. Является ли... Если предположить, что его пытали, а это весьма вероятно, то является ли факт, что его пытали, свидетельством того, что он не участвовал в мятеже? Правильно понимаю? Да? Прошу вас. Что касается первого вопроса, то это предположение. Ибо окончательно не доказано, чья это кровь. Если находиться в рамках объективности. Предположение. Вероятность. Очень высокая. Но это всё равно остаётся предположением. Ибо вопрос очень сложный, очень тонкий. Что касается второго вопроса, я не исключаю применение к нему физического воздействия. Не исключаю. Но я не считаю, что это было ключевым фактором который вызвал его признательные показания. Кстати говоря, если брать в совокупности все материалы с заключительным словом и его показания на самом судебном процессе, то он отказался признать себя шпионом, отказался признать себя изменником, но признал себя заговорщиком. Вы с Бонапартом. Он не признал, что он готовил переворот, потому что до этого дело не дошло. Но заговорщиком он не отказался, что он оставил в главной группе в главе. Вот это было. Но вы согласны, что если предположить все-таки, что пытки имели место, то в заговоре признался бы любой здесь присутствующим? Я не думаю, что... И в том, что он папа римский? Нет, нет. Это не так. Позвольте, я выскажу просто свое мнение. Да, применение могло быть первоначально, однако его позиция в ходе следствия была для меня понятна, в каком плане. Он рассчитывал, я подпишу, напишу все, а на суде я скажу то, что я думаю, то, что он и сделал. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, сторона защиты, вопросы к свидетелям страны обвиненных. Скажите, Сергей Диманович, арестовывают воен, но на второй день сознают, что он агент иностранной разведки. Это что такое? Умопомешательство, глупость. Почему это делает человек? Вот вы специалист по истории наших военных кадров, предвоенных. Как вы можете это объяснить? И все они признают. Любой разведки, там польская, японская, некоторые даже не знали, что такие разведки есть, а они все равно агенты. Это верно. Это как? Во-первых, я хочу немножечко судить вопрос. Речь о Тухачевском идет. Что касается других, у каждого своя судьба была. У кого-то групповая, у кого-то индивидуальная. Поэтому замечу еще один момент. Восемь человек, сидевших на судебном процессе, были собраны туда. Они не представляли собой единое изначально. Кто-то вместе, а кого-то просто туда. То есть заговора не было? Это случайно была подборка, да? Заговор был. Но те, которые оказались на скамье по суде, мы далеко не все. Не все участвовали в этом заговоре. Вот в этом, может, не было заговора. Вот именно в этом круге людей. Да, понятно. Я прошу прощения, я правильно вас понимаю, Сергей Тимофеевич, вы считаете, что заговор был? Был, да. И он начинался еще с 20-х годов. С 20-х годов. Здесь я сослался... То есть еще до прихода Сталина? Да. Почему не с 23-го года? Потому что в 23-м году для следствия, для самого процесса было невыгодно делать. Сценарий строился на одном. Не на заговоре. Ибо, если представить Тухачевского как участника заговора, просто заговора политического, то он получил бы... Это заговор продолжительностью... Прошу прощения, позвольте, позвольте, я закончу. Потрясающе. И так не раз не удалось? Позвольте, я закончу. За 17 лет и ничего не сделали. Я думаю, что Уфенберг прекрасно это знаете. Одну минутку. Заговор это еще не переворот. Заговор это когда сговариваются несколько лиц, занимающих высокоответственные посты и обладающие возможностями изменить политическую систему или персональный состав политиков и ждут момента, когда это можно сделать. Я хочу сам для себя установить, извините, уточнить. 18 лет при советской власти, при советской армии, пронизанной, скажем так, как осведомителями органов безопасности. Не сразу они были пронизаны. Но к этому времени уже давно были пронизаны. С 20-го года как началось особое отдел. С этого момента и пронизана на полной программе. В 23-м году Позвольте бедному суде задать вопрос. Простите, пожалуйста. Им удавалось в течение 18 лет скрывать свою антинародную заговорщицкую сущность от властей. Она не антинародная была, а не обязательно антинародная. И они сговаривают сместить сначала Ленина, потом Троцкого, потом Зинуя, потом Сталина. Немножко подождали Хрущева, может уже смогли сместить. В 23-м году немножко не дождались. В 23-м году им удалось сместить Троцкого. Военным, которых он выдвинул, я вас умоляю. Позвольте, Позвольте здесь прийти. Благодарю вас. Спасибо, уважаемые коллеги. Позвольте, Позвольте, объявляется небольшой перерыв, потом мы продолжим нашу слушание. В эфире Суд Времени. Мы подходим к финальной части наших слушаний. Мой вопрос обеим сторонам. Новая информация о Тухачевском это движение к правде или повод для разгула фантазий? Слово предоставляется стороне защиты. Прошу вас. Благодарю вас. Могу ли я допросить свидетелей Александра Владимировича Крушельницкого? Да, прошу вас. Ваша честь, благодарю вас. Скажите, пожалуйста, все-таки невозможно мы крутимся вокруг одного и того же. Был заговор или нет? Вот мы столько лет уже занимаемся выяснением этой истории и здесь мы третий день ведем выяснение. Был заговор или не был? Заговора не было и для того, чтобы несколько, так сказать, аргументировать вот этот тезис, я хотел бы обратиться вот к каким фактам. Дело заключается в том, что по самым скромным подсчетам, которые основаны только на документах военной коллегии Верховного суда, за первые полтора года после того, как были расстреляны 12 июня 1937 года так называемые военно-фашистские заговорщики было уничтожено, не считая рядовых и младших командиров, сержантов, свыше 1600 генералов, адмиралов и старших офицеров, выражаясь сегодняшним языком. Такого масштаба заговора, ну просто, знаете, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, потому что вся армия тогда была меньше миллиона человек. И все эти 1600 генералов, адмиралов и старших офицеров были по сути дела 80% командного состава. Если бы они были заговорщиками, они не то, что не дали бы себя расстрелять, в их руках была вся армия. Но момент был избран очень хорошо для того, чтобы устроить эту фикцию с заговором. Сталин создал такую систему, которая не позволяла перейти к нормальной ротации кадров. То, что его не устраивали те кадры, которые находились во главе армии в момент ее перевооружения, ее численного роста и так далее, в момент реформы, это очевидно. Ну, по каким-то причинам, по техническим, по политическим. Но просто уволить, как сейчас увольняют генералов и переводят их в Совет Федерации, он не мог, такая уж была система. Их надо было только убить. Он был азиатский деспот, и он прекрасно понимал, что бывших генералов не бывает. И если генерала уволить, то значит образуется какой-то клан недовольных. Зачем же ему было создавать себе такую головную боль? Поэтому их надо было просто убить, а для того, чтобы убить, надо было их обвинить. Благодарю Вашу честь. Я хочу сказать, что свидетельские показания подтвердили невозможность, существования военного заговора. Ваша позиция понятна. У стороны обвинений есть вопросы к свидетелям страны защиты? Я хочу просто перед тем, как его задать, оговорить, что если даже 10 офицеров было расстреляно невиновно, то это чудовищное преступление. Вот моя позиция. Теперь я хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, какое было количество командного состава в РКК? Вы знаете, дело в том, что... Ну, примерно. Давайте учтем два фактора. Во-первых, на протяжении 37-39 годов армия выросла более чем в два раза. От какого момента мы считаем? Ну, хорошо, хорошо. Значит, ну, вы понимаете, что уничтожена была, если я повторяю, даже 10 человек были уничтожены незаконно, то это чудовищное преступление, но уничтожена была меньшая часть командного состава. Ну, правда же? Можно я ответить? Нет, я просто к чему сказал. Если это так, а это так, то может ли быть математическим заявлением, что если бы они хотели, то они бы восстали. Большая часть армии оказалась верна Сталину. И подавляла не... Такого заявления здесь не звучало. Прошу прощения. Нет. Я прошу прощения. Звучало заявление, что... звучало заявление, что была репрессирована большая часть армии, а большая часть армии не может участвовать в мятеже, потому что им и мятеж не нужен, чтобы захватить влаши прощения. Вот это и есть хрущевский мир. Большая часть высшего командного состава, в руках которого, добавлю, находились все рычаги, не основные, а все рычаги управления вооруженными силами. Все. Если наш уважаемый обвинитель этого не понимает, тогда я ему сочетую. Я задам, я не буду так разговаривать, это неинтересно. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что в историческом комьюнити, в историческом сообществе, которое в конце концов тоже не обладает абсолютным правом на истину, но в этом сообществе есть единая точка зрения на то, был заговор или нет в 2010 году? Нет, конечно. Единой точки зрения нет. Есть ли авторитетные вполне люди, которые выступают за то, что заговор был? Ну, это улыбается. Понятно. Значит, я хочу... Ну, я считаю, что заговор был. Смены не было, заговор был. Итак, давайте установим, согласны ли вы оба с тем, что, первое, даже мнение совокупного комьюнити всех историков, сообщества всех историков, оно недостаточно, чтобы вынести окончательный вердикт. Сергей Иванович, я вам должен сказать, что вопросы абсолютно истинно обсуждаются еще в Библии. Я понимаю. И точного ответа не на то. Я не считал. Я не считал. Первое. А я хочу ответить, поскольку вы обратились ко мне, что нам сказали здесь, с нами разговаривали с позицией абсолютной истины. С нами разговаривали. И нам приходится тратить время на одно. Истинно... Чтобы после перестройки и после перестройки никто не смел с нами разговаривать с позицией абсолютной истины. Истинно у каждой стороны своя. Для того и существуют стороны в суде. Вот и все. И никто уже не будет. Вопросы, стороны защиты, вопросы к свидетелям стороны обвинения. Сергей Тимофеевич, скажите, пожалуйста, дайте все-таки выясним вопрос. Какой же заговор-то был? Что Тухачевский был агентом американской разведки, агентом немецкой разведки, злобным антисоветчиком, беликом, колчаковцем, троцкистом? Ну объясните, в чем был смысл заговора? Что он хотел? Или он хотел свернуть Сталина и сесть на его место? Нет, нет. Позвольте, я скажу, а не согласен. Бонапартами не рождаются. Ими становятся. Это первое. И Тухачевский не родился и не вступил в Красную Армию. И не стал Бонапартом. И не стал Бонапартом. И Бонапарт решил стать таковым только в 1799 году. В 30 лет. Это первое. Второе. Он не был ничьим агентом, никакой разведки. Безусловно. Больше всего на свете, как он сам признавался, еще не под следствием, не под пытками, а добровольно будучи офицером, он сказал своему однополчанину, больше всего, для меня, говорит, война, все. И армия для меня, все. Поэтому во имя армии и во имя славы и войны, отсюда следствие, и он не скрывал, я буду служить кому угодно. И он увидел, что большевики что-то делают, и он пошел служить большевикам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы просто рисуете роскошный портрет надежного солдата. А он и сказал так, я ландскнехт, я наемник. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это заговор, заговор-то был против того. АПЛОДИСМЕНТЫ Он свернул тех, кто мешал делать нормальную армию. Вот и все. А, так он хотел избавиться от ни на что негодных, безграмотных, своих военных начальников. Он так... Так ему флаг в руки. Слава Богу, что... Флаг ли ему в руки? Тут у него этот флаг был. Жалко, что он этого не сделал. Благодарю вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь я имею возможность предоставить заключительное слово каждой из сторон. Пожалуйста, сторона защиты, Леонид Михайлович. Юристы знают, люди оправдывают по разным соображениям. Иногда за недоказанностью преступления. Ну, чувствуешь, человек что-то совершил такое, но не сумели доказать. Иногда оправдывают, потому что вообще нет никаких доказательств участия его в этом преступлении. Здесь мы имеем дело с такой же ситуацией. Тухачевского расстреляли за преступление, которого вообще не существовало. Не существовало никакого заговора против Сталина, против советской власти, против социалистического режима. Все военные советские, все красные командиры, все преданно и честно служили Сталину. По политическим соображениям, мы не знаем ни одного человека, восставшего до войны, до 41-го года, восставшего против советской власти. Не знаем ни одного красного командира. В 34-м году в Москве было восстание. Военный мятеж был. Это не Хаев. В 34-м году в Москве был военный мятеж. На Хаевское дело. Вы что, не знаете про Мятехаева? Уважаемый свидетель. Ни один из высших командиров Красной армии не выступил против Сталина. И Тухачевский, и все остальные были преданными слугами Сталина. Расстреляли. Спасибо. Прошу вас, Сергей Роман. Мы много раз сталкиваемся с ситуацией, когда вместо фактов называются мифы. Но вот опять было сказано, никто никогда не восстал, армия была стабильна. Но это же не так. Мы живем не в 89-м году и не в 99-м. Мы живем в 2010-м. Мы уже знаем, что это не так. Мы уже знаем, что армия была нестабильна. Мы уже знаем очень многое. И что бы мы здесь не обсуждали, вся молодежь будет рваться к этой истине. И в этом надежда страны. Теперь второе. Вопрос заключается совершенно не в том, ужасно ли вел себя Сталин. Вот я считаю, что ужасно. Вопрос заключается совершенно не в том, был ли Тухачевский немецким шпионом. Вот я считаю, что он не был. Вопрос же поставлен по-другому. Вопрос заключается в том, был ли он Бонапартом. Что такое бонапартизм? Что мы имеем в виду под бонапартизмом? Мы имеем в виду политические амбиции. Мы знаем, что с 2024 года эти амбиции шли. Мы до сих пор не ответили себе на вопрос, был ли он таким незаменимым гением или одним из людей, работавших в армии. Мы знаем также, что в течение всего этого времени, так сказать, он вел какую-то игру. Еще 10 секунд вам даю. Но, но, самое главное из всего этого заключается в том, что эта личность была волком, и волком очень сложно построенным, с чудовищно сложной мотивацией, с огромными политическими страшными претензиями. Я не знаю, сумел бы он реализовать, в какой бы мы стране жили, но я знаю твердо, что эта фигура была зловещая и с гигантскими политическими претензиями, причем абсолютно черными. Спасибо. Сейчас я благодарю обе стороны и объявляю завершенным голосование нашей телевизионной аудитории. Теперь имеет возможность проголосовать аудитория в нашем зале. Я напоминаю наш главный вопрос для голосования. Кто он, маршал Тухачевский? Несостоявшийся Бонапарт или жертва большого сталинского террора? Я прошу вывести результаты голосования нашего зала на экран. Итак, 28% нашей аудитории, нашего зала считает, что Михаил Тухачевский был несостоявшимся Бонапартом. 72% считают, что он был жертвой большого террора. Как проголосовала наша телевизионная аудитория, мы узнаем после небольшого перерыва. Итак, завершилось наше трехдневное судебное заседание по делу маршала Тухачевского. А теперь я хочу высказать свое личное мнение по этому делу. Тухачевский был человек с амбициями. В поисках наилучшей карьеры он бросил одну армию, ушел в другую. Он душил газами крестьян, стрелял в заложников, расстреливал целые семьи. Но Наполеоном он не был. Тем более он не был германским шпионом. Он, наверное, очень пригодился бы в годы войны. Но это в сослагательном наклонении. В реальности же он даже не застрелился. Теперь я прошу вывести на экран результаты телевизионного голосования. Результаты телефонного голосования страны вы видите на экранах.